Тема выгорания, ну я ее выбрал не случайно, она мне самому близка, так сказать, тоже не раз как-то подгорал и уставал и вообще, ну как-то, да, заходил в некоторые жизненные тупики и в волонтерстве, в каких-то других направлениях, поэтому она мне самому сильно откликается, вот, и мне кажется, что для нашей, да, волонтерской аудитории она очень актуальна, потому что бытность свою координатором, я с 2005 по 2010 год был координатором Даниловцев в наркодиспансере в детском, вот, и тоже сталкивался с этим феноменом, и люди выгорают, как-то, да, приходят, включаются, активные, какие-то, да, радостные, а потом потихонечку как-то все спадает, 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 и человек уходит или, ну, или находится уже в каком-то не ресурсном состоянии, и вот как-то порассуждать сегодня на эту тему, да, посмотреть, где каждый из нас находится, вот, что каждый из нас сейчас ощущает, да, в этом контексте, и что можно с этим поделать, да, как-то, вот, или если все отлично, все хорошо, как оставаться в этом отлично и хорошо, и не выгорать, и не уходить, да, за вот за грань какого-то ресурса и за грань своих возможностей. Дим, что-нибудь добавишь, как ты? Да, ну, тема эта сейчас суперпопулярная, кажется, несмотря на пандемию, казалось бы, то, что вроде бы должны были отдохнуть, наоборот, многие устали, и правда, если говорить вот про такую социальную деятельность, да и вообще про любую сферу, я думаю, что многие сталкивались с чем-то, что хочется назвать выгорание, когда появился этот термин, скажут, о, у меня точно оно, вот, ну, и сегодня, да, тоже предлагаем разобраться, посмотреть, вот, оно или не оно, и стоит ли его бояться, если его еще нет, вот, да, как к нему быть готовым, чтобы, да, как-то благополучно его обойти, либо пройти насквозь. Ну, как, да, традиционно мы начинаем с правил, да, у нас такое есть групповое соглашение, сейчас я его попробую вывести на экран, вот, групповое соглашение, это наше стандартное, да, такое, ну, для живых тренингов оно побольше, для, так сказать, виртуальных поменьше, здесь такие простые и понятные пункты, как ты, Дим, хочешь начать или как-то? Да, могу, могу, да, это соглашение, то есть мы предлагаем некоторые правила, которые по нашему опыту помогают общению, вот, поскольку в теме выгорания, да в любой другой теме, связанной с человеческими отношениями, не только какие-то формулировки, не только истину, которую глаголят некие говорящие головы, она помогает, я почти уверен, что многое из того, что мы скажем, вы знаете, вот, но и некоторая обращенность внутрь себя, на отклики, которые вызывают высказывания других людей, вот такой групповой процесс, и чтобы он мог проходить, чтобы каждый мог чувствовать себя здесь комфортно, может быть, да, как-то ему бы помогло набраться смелости, задать те вопросы, которые ему хотелось бы задать, но которые его, может быть, смущают, есть вот такие принципы, да, которые мы вам предлагаем, вот, ну, быстро по ним пробежимся, первым поставили доброжелательность, вот, хотя там иногда идет добровольность, еще что-то, но вот доброжелательность, это, может быть, такая настройка, которую хорошо бы в то состояние войти, да, вот, добро по отношению к самому себе, добро по отношению к тем людям, которые сюда приходят, и, может быть, их позиции или представления совсем другие, они могут пугать, вот, но вот такая внутренняя улыбка, внутренняя доброжелательность, это то, что может помочь, да, как-то это преодолеть, да, но вот в скобочках ищем хорошее в каждом, да, то есть иногда, когда мы что-то говорим, вам кажется странным или кто-то другой что-то говорит, вот, чтобы уши наши сразу не закрылись, можно попробовать вот все-таки найти какие-то положительные черты, это не значит оправдать человека, и это не значит признать его правоту, это значит просто дать ему право существовать, да, как таким, какой он есть, до момента, пока организаторы его не удалят. Спасибо, Дим. Правило конфиденциальности, да, но это про то, что храним чужие секреты, вот здесь вот есть одна вещь, что мы записываем нашу встречу, и, соответственно, да, так как мы за конфиденциальность, за то, чтобы что-то личное не выходило за рамки нашего общения, ну, во-первых, мы сами храним, да, и предлагаем вам хранить что-то личное, что может быть кем-то произнесено, и плюс, если вы что-то произнесли в прямом эфире, что-то очень личное, ценное, что вы не хотите, чтобы ушло куда-то за рамки, вы это нас предупредите, и мы вот, когда будем монтировать запись, ну, если будем ее монтировать, мы это обязательно вырежем, да, вот этот вот важный пункт, и здесь вот, так сказать, все на нашу ответственность, да, то есть если вы что-то говорите конфиденциально, считаете, что это очень конфиденциально, нужно об этом нам потом сообщить, либо вы можете как-то уровень глубины, какой-то своей откровенности регулировать самостоятельно, мы тоже это все понимаем. Да, следующий пункт – это активность. Несмотря на то, что действительно мы так заявлены как ведущие, это не значит, что мы лекторы. И правда, чем больше как-то вы будете, то, что мы говорим на себя, примерять, может быть делать какие-то пометки на будущее, если не хватает времени. Чем больше вы будете, в том числе, задавать вопросов по той или иной теме или как-то брать смелость и высказываться, говорить, делиться, тем больше принесет наша встреча. Правило безоценочности – очень интересное, трудное и важное правило. Не даем оценок, ни плохих, ни хороших. Это помогает настраивать такую мирную, добрую, доброжелательную, активную, конфиденциальную беседу. Потому что любая оценка, она субъективна. И когда человек выбрасывает какое-то черное-белое, плохое-хорошее, доброе-злое, всегда находятся люди, которые с этим не согласны. И это повышает как-то градус какой-то агрессии, вражды и понижает градус понимания. В наших тренингах по неконфликтному общению мы очень много об этом говорим сейчас, просто кратенько. Призываем к безоценности. Чтобы лучше понимать друг друга, лучше общаться как-то фактологически, либо в рамках своего мнения. Мне нравится, мне не нравится, имею право. Сказать, что это плохо, это не должно никому нравиться, но все равно кто-то с этим не согласится, и уже какой-то градус вражды будет повышаться, и понять друг друга трудно. Может быть, мы бы и договорились, но вот это скоропалительное, оценочное и безапелляционное осуждение, оно сразу выбивает людей из диалога. Поэтому я вот призываю как-то учиться не давать оценок. Ни плохих, ни хороших. Дмитрий пока, видимо, отключился. Хорошо. Говорит по одному, по теме, коротко. Ну, это такое коммуникативное правило. То есть, когда все говорят вместе и не по теме, и очень длинно, естественно, что и тема сбивается, и напряжение какое-то повышается. И кто-то успел сказать, кто-то не успел сказать, кто-то удовлетворен, кто-то нет. Хотелось бы, чтобы диалог был каким-то, да, более-менее таким взвешенным. Но вот то, что касается, опять же, онлайн эфиров, вот я не люблю быть говорящей головой, иногда хочется и ушами тоже побыть, слушающими, да. А когда такой просто черный экран, и там что-то происходит, и происходит оно или нет. То есть, некоторые дисбалансы, да. То есть, тут вот, наверное, для виртуальных тренингов важно говорить по одному, по теме, и больше говорить участникам, можно еще написать некоторые дополнения. Вот от себя про себя, это тоже важная штука, да, потому что я могу какие-то умные вещи прочитать и вам их передать. Но вы, наверное, тоже люди, так сказать, образованные, тоже умные вещи читали, да, и тоже как-то вот сможете мне их передать, но ничего от этого не изменится. Но если это мой личный опыт, да, который вот именно про меня, я не обобщаю, не оцениваю, вот я вот так вот это прожил, это мой опыт, я могу поделиться. Но это интересно, это можно послушать. А как какие-то там вот виртуальные люди где-то что-то проживали, ну, да, они проживали, таких людей много, но здесь-то и сейчас этих людей нет, их живого присутствия нет, объяснить они не смогут, да, что они там переживали. Вот это мое восприятие их опыта, да, и большого смысла в его переносе, да, вот именно сюда, ну, мне кажется, нет. Важно именно вот то, что я через себя пропустил, как-то вот это вот про себя поделиться этим. Ну, про обратную связь, да, тоже интересная штука. Не всегда люди это отмечают, что вот обратную связь, ну, так сказать, не всегда можно давать человеку просто потому, что захотелось ее дать, да. Может, человек был не готов к этому, что-то человек высказал, как-то, да, чем-то поделился, и, может быть, этого и достаточно. А иногда хочется его спасти, как-то поддержать, объяснить ему, как надо жить. Я предлагаю от этого воздерживаться, и если уж мне очень нужно объяснить человеку, как надо ему жить, я могу сказать, ну, вот, дорогой человек, вот, знаешь, у меня вот есть какое-то видение, вот, хочешь ты его выслушать или нет? Он скажет, знаешь, не хочу. Ну, хорошо. Если захочешь, обращайся, да. Вот, если уж я начал высказывать это видение, человек мне разрешил, а потом он понял, что что-то не то, можно остановить, да. Поэтому обратная связь, она по запросу, и, так сказать, ее можно регулировать. А Дим тоже с нами. Может, про здесь сейчас. Да, спасибо. Здесь сейчас понятно, что мы будем, может быть, обсуждать какие-то ситуации, которые были в прошлом, вот, они, может быть, такие эмоционально окрашенные, травмирующие, хочется их рассказать, пересказать, туда погрузиться, потому что, когда мы что-то рассказываем, да, очень часто чувства приходят. Вот. Вот, все-таки, несмотря на это, это важно, мы будем анализировать, но мы предлагаем напоминать себе, что мы сейчас на семинаре, да, что вот мы сейчас в этом пространстве, и то, что мы говорим и обсуждаем, оно касается вот нашего сейчас ситуации, да, как бы, когда не мы есть вот в этой ситуации, а у нас есть разные опыты, так скажем, вот, и эти опыты, на них мы можем смотреть, но это не значит, что они определяют нашу жизнь. Вот, поэтому, да, старайтесь тоже обращать внимание на процесс, на то, что происходит у вас сейчас, ну, если чувства, предположения, вот, именно относительно присутствия здесь. Спасибо. Спасибо, друзья. Так, потихонечку двигаемся дальше. Так, мы хотели немножко, да, как-то про обратную связь спросить, кто с чем пришел, да, у кого какие запросы, кто как вообще видит процесс. Вот пока черные экранчики, вот хочется узнать, все-таки есть ли кто-то за этими черными экранчиками, и кто смелый, кто готов как-то начать, да, шеринг наш, обмен мнениями, обмен потребностями, ну, коротко, да, вот, меня зовут Такта, ну, в принципе, имя уже написано, я здесь вот потому, что мне эта тема откликнулась, и чем она откликнулась, да, или, может, я случайно просто вот записался, потому что просто вот настроение было такое, или вот, не знаю, там, хотел увидеть этих прекрасных лекторов, говорящих, да, опыт выгорания выгорел столько-то раз, вот, да, опыт выгорания, да, меня зовут Миша, я выгорел, да, можно так, ну, в общем, как бы это не рекоментировать, как хочется, да, но нам важно узнать, что откликнулось, что вот хочется сегодня получить от нас, да, или, может, чем поделиться, кто хочет, да. Либо, да, вот, мне очень нравится, почти никогда это не работает, вот, есть много ожиданий, и часто на семинарах делятся ожиданиями, вот, это, собственно, такая нагрузка на ведущих, что, честно говоря, мы пугаемся, потому что невозможно в эту маленькую встречу вложить все, вот, поэтому мы перекладываем ответственность из себя на вас, да, и, может быть, такой вопрос, с каким вопросом вы пришли, для чего вам наш семинар? У вас есть твоя задача, вы ищите под нее ресурсы, ищите какие-то знания, навыки, вот, да, что это? Да, может быть, у вас уже есть опыт, либо есть понимание, тогда и это нам поможет, и вам поможет сформулировать, да, тот вопрос, под который в голове знания будут укладываться, ну, или нет. Вот Наталья Приходько написала в чат нам, что я руководитель волонтерского движения молодого, как-то в последнее время не очень есть настроение делать что-то, но надо, да, вот уже такой вот прямо интересный заход, прямо, да, такой, немножко похожий на путь к выгоранию, да. Тут, правда, не очень понятно, если вот, Наталья, у вас нет возможности как-то сказать нам, да, или у вас сейчас нет ни микрофона, ни видео, как-то развернуть эту ситуацию, что это такое, как вам с этим живется, ага, говорить нет, к сожалению. Ну, хорошо, тогда будем фантазировать, ничего не поделаешь, да. Хорошо, ну, примерно понятно. То есть есть некоторые соотношения, то есть уже настроение, да, сначала, видимо, был какой-то запал интерес, какой-то, да, вот огонь, сейчас, видимо, огня стало меньше, настроения нет, и уже через надо, да, вот если мы посмотрим на стадии выгорания, это уже вот такой, например, на путь к, когда вот я делаю через силу, и вопрос, сколько я смогу это делать, и до кого-то я не дойду. Хорошо, Наталья, спасибо. Всем привет, я Варвара, мне 20 лет, я недавно вступила в Даниловцы, и у меня пока все очень розово и радужно. Я вот с удовольствием готовлю материалы к встречам с подопечными. Я сейчас занимаюсь онлайн-проектом, поэтому мы делаем презентации или показываем какие-то видео и картинки. И я прям получаю настоящее удовольствие от поиска материала, от подготовки текста, но я очень сильно опасаюсь, что это пока что, потому что опыт выгорания мне знаком, и я хотела бы все это выгорание предупредить или хотя бы как-то смягчить его, и поэтому я здесь. Спасибо, спасибо, Варвара, как-то да, откликается, откликается, спасибо. То есть основная задача как-то не впасть в выгорание, а сохранять какой-то жизненный баланс эффективности, интереса. Хорошо, спасибо. А, вот что-то еще в чате, сейчас я посмотрю. Наталья написала нам. Если, в принципе, знаешь причину своего выгорания, но как от нее уйти? Причина в том, что накопилась усталость от многообразия деятельности, что отразилось на здоровье. А когда что-то болит, ничего не хочется. Ну, это правда. Но тут выход, к сожалению, достаточно простой. Он находится там же, где и вход. То есть все, так сказать, люди, ну не все, в смысле большинство людей, которые занимаются, помогают людям выйти из выгорания, либо психологи, либо уже психиатры, либо еще что-то. Они говорят, что надо остановиться. Остановиться и отдохнуть. Да, вот, научиться отдыхать. И если я действительно зашел за некоторую грань, то отдыхать нужно долго. Вот на Западе, там вот с этим все круто. Это люди, помогающие профессии, они какой-то период работают небольшой, а потом такой же практически период отдыхают, или даже больше. Там прямо вот все очень четко. То есть до состояния живых трупов там никого не доводят. Естественно, травматизма и так далее у них на производстве значительно меньше, да, эмоционального травматизма. Вот. Хорошо. Спасибо, друзья, что откликнулись. Дим, как ты? Куда двигаешься? В упражнение или как ты смотришь? Да, ну, я хотел для начала немножко, может быть, говорить, определить, что же это такое выгорание. Да. Потому что вот разные есть ощущения, многим знакомые. Вот тут было и что-то бывает, оказывается, и в отношениях с людьми, и в учебе, и в работе. И бывает, да, как какое-то такое невозможность выносить многообразие задач, вот, если я правильно услышал. Мне кажется, ну, да, можно оставить, наверное, слайд, если возможно. Друзья, да, поскольку выгорание, оно сейчас входит уже, да, и в повседневный обиход, и в то же время это профессиональный термин, специфический. МКБ-10, да, или так. Да, он входит и в классификатор болезней, так называемых, значит, у него есть какие-то границы, что-то определенное. Вот, и бывает полезно все-таки, да, понять, узнать, что же имеется в виду, когда мы говорим о выгорании. Вот, и здесь сейчас такие небольшие подсказки, вот, я заготовил, которые могли помочь, да, то есть прежде всего важно определить. Если в двух словах, да, то что такое? У меня какая-то усталость, неудовлетворенность, и она может быть совершенно не связана с той деятельностью, которой я занимаюсь, да, ни со смыслом, может быть, ни с содержанием, она может быть, да, просто давно не было отпуска, да, либо, может быть, в других сферах жизни есть какое-то провисание. Вот, и я чувствую, что просто усталость. И, конечно, когда человек устает о возможности восстановить сил, нет, вот, наступает истощение. Истощение, ресурсы закончились, и вот такая физическая наша часть, она за собой тянет и нашу эмоциональную часть, да, и эмоциональная часть и тянет смысловую, так можно сказать. Вот, поэтому здорово было бы понимать, в какой точке я сейчас нахожусь, да, вот, когда вдруг мне пришла в голову мысль, так, да, вот, каково мое сейчас состояние, здорово было бы определить, что, что со мной. И точно так же, когда я говорю «выгорание», то есть я использую этот термин, вот, без того, чтобы определить, что, какая степень, да, или что я имею, какое содержание этого термина, вот, все остальные вещи могут быть не очень эффективны. Когда вы говорите «выгорание», что из этих пунктов больше всего вот подходит под описание, вот, да, какое ваше внутреннее определение, ваше внутреннее содержание? Кто готов? Спасибо. Истощение несоответствия загрузки и ресурсов. Ну, здесь немножко разные перемешанные категории, но здорово, что вы их отметили. Вот, и, может быть, еще кто так? Мне кажется, что несоответствие загрузки и ресурсов мне откликается, и последний пункт про заболевание и депрессию. Вот это вот мне очень сильно откликается. Спасибо, спасибо. Спасибо, да. Еще, может быть, кто-то? Вот что-то Наталья написала, сейчас посмотрим. Она написала, что долго отдыхать страшно, потому что будет упущено много возможностей. Вот, это вот, кстати, да, очень такая интересная штука. Какому пункту это можно было отнести? Да. Страшно, мы сразу можем увидеть здесь страх. Вот, и я такую интерпретацию, поправьте меня, если не так, и у Варвары тоже есть. Есть что-то в опыте, есть страх, что может наступить что-то такое серьезное и непоправимое. Ну, правда, с депрессией тоже, поскольку она тоже входит в МКБ, является заболеванием, и, в общем, тут можно долго говорить и о ее причинах, а главное о том, что ее наполняет, да. Вот, но, да, такого заболевания, которое не справляется, не исправляется нашими усилиями собственными, да, то есть поскольку это уже нарушение в работе системы организма, вот, и чего бы мы не исправляли, приводили бы в соответствие загрузку и ресурсы, вот, да, отдыхали, выбирали бы новые профессии, это, к сожалению, да, если это клиническая депрессия, не помогает. Вот. Да. Некоторый страх, упущено много возможностей. Вот в этом упущено много возможностей. из того, что на экране, как вам кажется, к чему это относится, вот уже наличие этого страха может нас наталкивать на что? Вдруг появился страх, появилась какая-то мысль, и мне нужно ее куда-то разместить. Кризис смысла? Это может быть кризис смысла. Я не говорю, что конкретно в этом случае это так, да, но, ага, если я не буду реализовывать возможности, если я чего-то не буду достигать, то будет что? Может быть, это будет какое-то небытие. Да, все, что наполняет мою жизнь, сейчас это у кого-то там успех, достижение, еще что-то, у кого-то это эффективность даже в благотворительности, хорошие дела или поддержание работы системы, да, какой-то, за которую я взял ответственность. Вот. Это про если не ты, то кто там еще может быть, да, вот, что я единственный, кто может это решить. Да, все развалится. Если не я, все развалится, все погибнет. Вот. А я не могу допустить, что погибнет. Поэтому, да. Это сейчас мы говорим не лично, да, просто мы смотрим разные шкалы и пытаемся каким-то их содержанием наполнить. Хорошо. Теперь посмотрите чуть наверх, да, вот эта шкала, и уже даже звучало это выражение живой труп. Вот. Здорово, если бы у вас была какая-то такая схемка, которую вы могли применять. Попробуйте тогда разместить, создать вашу шкалу. Ее нет суперуниверсальной, я надеюсь. Разместить. И для вас, какие из этих симптомов, да, какие из этих состояний, куда бы вы отнесли. Что к повседневным трудностям? Такой здоровый стресс. Вот. Здоровый стресс, ну, он позволяет работоспособность поддерживать, да, как-то так вот. Этим можно справляться, хотя, ну, не так комфортно, как хотелось. Вот, да. Что может быть больше к состоянию, да, вот так, когда уже вроде бы хожу, но какие-то важные для меня составляющие жизни пропали, да, и я даже не чувствую от этого, ну, что воля, что не воля, все равно. Вот. Попробуйте как-то разместить, что для вас такая норма, а что для вас вот страшное, да, будущее, которое... Ну, не будущее, будет, будет. Вот. Это такая как бы угроза, которая может нависнуть, куда девать, что для вас более страшно, что нет. Вот. Может быть, это шкала условная, но она, возможно, позволит вам тоже ориентироваться и воспринимать серьезность той ситуации, в которой вы, да, в какой-то момент себя можете обнаружить. Может быть, это подтолкнет вас к более решительным действиям. Да. Вот. Ну, понятно, что заболевание какое-либо, вот, может быть, и физическое заболевание, и депрессия, которые тоже имеют некоторое... вот, основу физиологическую, оно более страшным, таким живым трупом. Вот. Наверное, я бы отнес для себя, да, не просто подавленность, истощенность, потому что бывает эмоциональная истощенность. Говорит, у меня депрессия. А на самом деле, просто, может быть, я эмоционально истощился. Вот. Да. И просто... Не надо восстановиться. Вот. Вот такой момент и разные аспекты этого слова выгорания. Ну, и мы не зря их разместили. Это некоторые те guidelines, вот, те направляющие, по которым мы предлагаем сегодня пройти, вот, в то время, которое у нас есть, разобрать эти аспекты, которые могут помочь, да, как-то сбалансировать и решить те или иные моменты. И что-то хочешь дополнить? Ну, хорошо. Может быть, просто дадим две минуты как-то, да, людям немножко? Да, да. Поисследовать, да, самоисследование. Ты можешь сейчас четко дать какую-то инструкцию, чтобы... Внутренний открыт. Да. Вот вы видите некоторые пункты, их может быть больше, это не исчерпывающий момент, они иногда изучены, разные, перемешаны. Вот. И некоторую шкалу, шкалу вашей реальности, вашего ощущения жизни. Попробуйте разместить, как для вас, на что вы согласны, на что нет, да, что бы сигнализировало, что еще, в принципе, так более-менее, а что, что уже звоночек тревожный между теми. Вот эти пункты плюс те, которые, может быть, вы придумаете, просто где-то их отметить, нарисовать. Вот. А может быть, ты кратко как-то раскроешь, или в этом нет смысла, допустим, удовлетворенность потребности. Мы здесь что вкладываем, да? Да, да, логично, действительно, хотелось пройтись. Вот. Ну, понятно, что в усталость можно вложить все, что угодно, поэтому во многом это такая ваша личная, как вы определяете. Усталость, что просто тело, говорит, вроде надо делать, тело говорит, надо лежать, или надо в отпуск, или, не знаю, надо гулять. Гулять, вот и гулять. истощение, когда уже все, не только тело говорит, а, ну, это как бы приказ, ну, просто раз, и вы легли, все, да, либо, и вы отключили телефон, либо и сказали, я ухожу, с этой работы, да, то есть уже нет возможности держать это напряжение, вот, уже все ресурсы истощились, понятно, что что-то не то, сейчас расходуется. И соответствие загрузки ресурсов, ну, это, наверное, каждая ощущается, как все равно, красивее, да, когда вы ощущаете, что все нормально, круто, собрано, вот, я чувствую, что столько задач, и то, что нужно сделать, не соответствует тому, что у меня есть. Внимание, когда я вообще как-то различаю буквы, могу писать текст, когда я могу думать, да, когда я могу что-то создавать, какой-то анализ производить, да, либо когда я могу думать, так, как же с этим человеком поговорить, как выстроить беседу, да, вот, ресурс, или когда уже нет у меня никакой теплоты по отношению к этому бедному подопечному, хотя я понимаю, что это ужасно, но мне просто нужно сказать, раз и два, да, так значит, иди туда, делай то, от меня отстань, что ты от меня хочешь. Вот, удовлетворенность, потребности, это такая, ну, уже более смысловая штука, иногда выгорание наступает, тогда, когда вроде бы чем-то занимался, это было круто, вот, ну, не знаю, если я вот немножко бездомными занимаюсь, поэтому часто так бывает, вот, хочу преодолеть брезгливость, или хочу какое-то сострадание, да, за этим есть какая-то моя потребность, научиться там, понять, еще что-то, потребность удовлетворена, то есть, я ощущаю, что ее больше нет, да, вот, потребность чем-то, и это могут быть и другие потребности, да, приносить что-то доброе, участвовать, быть частью гражданского общества, вот, все что угодно, вот, я чувствую, что потребность удовлетворена, и я могу идти дальше, могу в какую-то другую, хотя, может быть, мне грустно, как же так, вроде бы, столько времени я этому посвятил, вот, профессиональный потолок, это, когда вы уже деятельность знаете, вы знаете, как она делается, и часто это бывает на работе, все, на той должности, или в той области, которой вы занимаетесь, понятно, что уже чего-то найти, каких-то интересных задач, которые вам по силам, чего-то нового, какое-то развитие принести, не получается, да, не для этого возможности, да, может быть, среда не та, вот, да, может быть, вы задумываетесь, не открыть ли свой бизнес, или не создать ли свое НКО, вот, ну, что здесь вы достигли максимума, который вы сейчас можете, и вы вроде бы, надо еще поднажать, надо сделать, а уже среда не откликается, не происходит каких-либо изменений, вот, кризис смысла, близко к удовлетворению потребностей, но все-таки смысл больше такая ценностная, хоть и явленная в ощущениях категория, да, что-то, что вам давало вот ощущение, что вы не просто так коптите землю, а что это лично важно для вас, если даже никто не будет делать, я буду делать один, да, даже если не будет получаться, я это делаю, потому что я хочу, чтобы что-то произошло, какое-то изменение, да, или в этом, это, если говорить, такой область благотворительности, может быть, кризис смысла, что мечта построить дом, да, загородный дом, вот, я строил, 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 вот, и вроде бы уже все там, есть и, как эти, трубы, с подогревом сливные, и бассейн, и камеры видеонаблюдения, вот, и чего еще, бах, дом построен, а что-то, как-то, когда я сижу с котом у камита, чего-то этого никак не наступает, да, то есть, вроде бы кот есть, камин есть, и плед есть, я сажусь, а не работает, вот, ну, и заболевание депрессия, понятно, когда никакие, и на усилие нет сил, и любые ваши усилия не приводят к результату, вот, и чаще всего это просто, кого не хочу видеть, хочу, например, стены лежать, Миша, ну, про это лучше ты расскажи, да, все-таки, театр, больше, ну, депрессивные триады там, то есть, так сказать, сил нет физических, и эмоциональных сил нет, и, так сказать, когнитивные функции просели, да, думать трудно, есть навязчивое какое-то представление о том, что я плохой, и все будет плохо, и мир плохой, да, черные очки такие, если вот эти три штуки совпали, то лучше сходить и провериться, да, то есть, потому что очень велика вероятность того, что это настоящая классическая депрессия. Ну, да, мы потом предложим ссылочку на тест, да, который можно... Да, есть тест БЭК, там много тестов, ну, в интернете много тестов на депрессию. Я придумала, как поставить эти пункты на стрелочке. Слева я бы расположила многообразие задач, которые кажутся сначала, что все классно, это здоровый стресс, это мобилизует как-то, и все очень классно, и получаешь от этого удовольствие, а в конце уже чувствуется какой-то профессиональный даже потолок, когда все делаешь без души, все уже до боли знакомо, и хочется каких-то новых задач, но они не появляются. И делаешь все вот совершенно без души, напрягая себя из последних сил, когда выгорел, и уже нет сил бороться с какой-то брезгливостью, черствостью души, которая начинает лезть изо всех челей уже. Спасибо, Варон. Мы можем просто дать сейчас пару минут, чтобы как-то просто посидеть, поразмышлять, или как? Да, да, если это нужно, да, если, вот, хорошо. Еще могу, да, вот пару слов про выгорание, да, ну, вот если брать, там, МКБ-10 и так далее, какие-то такие официальные источники, которые рассматривают выгорание как вот этот процесс, действительно, вот какой-то сначала легкой и незаметной усталости, когда человек только входит, да, который переходит уже в какую-то хроническую усталость, нарушение сна, обострение хронических заболеваний, психосоматику, да, потеря настроения, какое-то такое, да, уже приближается, похоже на депрессию, не совсем еще, но вот тоже уже какой-то упадок, уже не хочется идти, не хочется коммуницировать с людьми, да, вот эмоции закончились, тяжело как-то, да, вот нужно, а тяжело как-то говорить, хочется куда-то уединиться, всех куда-то отправить. И самое крайнее, то, что, да, ну, в профессиональной какой-то, да, вот этой шкале, это потеря смысла деятельности, то есть я понял, что то, чем я занимаюсь, бессмысленно. Это вот такой прям край и очень яркий маркер. Вот если я понимаю, что я занимаюсь чем-то не тем, и уже вообще не понимаю, зачем я этим занимаюсь, тут стоит очень серьезно задуматься, да, вот потеря смысла. И еще там дальше идет дегуманизация. Это тоже очень опасная штука, вот, наверное, встречались с такими выгодящими врачами, учителями, там, да, полицейскими, которые тебя не считают за человека, ну, и себя уже, видимо, тоже за человека не считают, они грубые какие-то, да, циничные. Вот эта вот циничность, это тоже один из маркеров, да, такой психологической защиты, и это про выгорание. То есть человеку уже настолько тяжело, что он уже становится, он защищается с помощью вот этого обесценивания цинизма. И вот так, да, вот так вот если просуммировать, то потеря смысла, дегуманизация, цинизм. Вот если я вот в этом себя нашел, то сто процентов все плохо, и надо что-то делать. Примерно, да, понятно, основные какие-то вот эти красные линии, да, вот, сказать, что меня все задолбало, я не понимаю, зачем я это делаю, я всех ненавижу и себя в том числе, то это уже все, да, то есть это вот, ну, правда, надо обращаться, так сказать, к специально обученным людям, чтобы они вытаскивали. Можно еще, да, я небольшую метафору про выгорание приведу. Вот есть такой механизм в человеческом организме, да, как поставление кислорода, да, он может быть из разных источников. Вот есть обычный, когда я просто дышу, но когда процент кислорода в атмосфере понижается, я, допустим, в горы залезаю, у меня как-то из органов начинает вырабатываться, да, какой-то запасной кислород. И, в принципе, есть 5 баланс кислорода, да, он линейный. Вот есть баланс кислорода, все хорошо, я дышу, 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 лезу в горы, баланс нормальный, я дышу, но внешнего кислорода уже нет, и он только изнутри поставляется, поставляется и поставляется, да, чтобы поддерживать этот баланс. И срыв, он резкий обычно. То есть, все закончилось, и я потерял сознание. Вот важно это понять, что выгорание, оно вот очень похоже, да, то есть, я могу тянуть, 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 а потом уже проваливаюсь там в депрессию и ниже. Вот тут важно как-то заметить вот это состояние, да, и вот себя туда не пустить. Есть еще вот один такой тоже пример с лягушкой, которую кипятят. Ужасный опыт, я, так сказать, я его не делал и делать не собираюсь. Но есть такая идея, что если лягушку положить в теплую воду, начать ее постепенно доводить до кипения, она вскипит и прожарится, и помрет, да. Если же ее бросить в кипяток, она выскочит. Вот эмоциональное выгорание, оно такое же незаметное, к сожалению, да, вот постепенно, 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 незаметно, вот там идет какое-то отупение эмоциональное, да, вот тут все так накапливается, человек обгорает, грубее становится, он уже не чувствует. И срыв, он будет такой вот резкий. И вот поэтому диагностика и самоанализ, самооценка, они очень важны, да, и никто вам, так сказать, не поможет этим заниматься. Важно вот как-то быть в контакте с собой, брать на себя ответственность за вот свое благосостояние, благополучие. Да, вот если я в контакте с собой, я каждый день задаю себе вопрос, а действительно ли я делаю то, что вот важно и ценно, а может быть уже нет, а действительно ли вот я как бы хорошо отношусь к себе и к окружающим меня людям, или уже нет, да. Вот это вот очень важное, что, Дим, может добавишь, мне просто сейчас надо на секундочку ответить курьеру, на сегодняшний день курьеров. Ответишь? Спасибо. Да, я просто не очень знаю, поскольку твоя мысль, но хорошо, да, о чем я понял, да. Ну, как бы идея была простая, начать определять степени, начать немножко какую-то внутреннюю свою реальность осмыслять и давать ей имена. А после того, когда ли имена вскрывать, что же за этим стоит, что я называю. Вот. Тут, что тоже, наверное, важно сказать, мы как-то не планировали, вот, но раз такая возможность есть, я бы хотел добавить. Часто люди пугаются, вдруг наблюдая что-то, что кажется новым. Важно понимать, что наше эмоциональное состояние, оно никогда не бывает одинаковым, да, оно никогда не бывает стабильным. Это даже показатель некоторого заболевания, да, когда у нас постоянно высокое либо низкое эмоциональное состояние. И почти всегда наша психика, она движется по такой синусоиде, да, есть спады, есть подъемы. Это связано и с функционированием нашего организма, с гормонами, вот. Ну, и с тем, что просто вот как-то так, наверное, устроено, да. И важно понимать, что иногда просто нам может быть грустно, и это нормально, это может быть своя причина, и грусть надо пережить. Скорее мы обращаем внимание, когда вдруг что-то длится уже некоторое время. Почему важно делать такие периодические чекапы, да, насколько есть радость, удовлетворение от жизни, либо обратное. Вот, Миш, дальше, я думаю, по времени. Да, ну вот я уже следующий слайдик, да, то есть такое профессиональное, как это, научное объяснение, что такое синдром эмоционального выгорания, да, что вот эмоциональные, когнитивные, физические энергии, они все истощаются, так сказать, истощаются и уходят практически в ноль, да, и человек, соответственно, остается с этим наедине. Да, и вот важно не допустить срыва, не уйти за грань, потому что это очень легко, особенно вот в волонтерстве, в социальной какой-то, да, активности, в контакте с другими людьми, потому что вообще этот феномен, насколько я помню, был выявлен именно в той среде, где люди много общаются, да, вот именно где они общаются с другими людьми, там это как-то было вскрыто, и вот там это очень сильно фонит, то есть другие люди, именно психофизиологическая, да, психоэмоциональная энергия, да, тратится на диалог, на как-то сочувствие, на какую-то эмпатию, да, особенно если это вот что-то такое, ну, тяжёлое, да, там с сочувствием таким серьёзным, вот, и вот тут важно, да, как-то вот понимать, понимать, что происходит, что по тонкому льду ходим, все, кто занимаются волонтёрством, или какой-то такой, да, деятельностью, и, ну, отвечать за себя, за свою безопасность, ну, есть организации волонтёрские, которые за этим следят, там всё круто, но, в целом, это не везде, так, и особенно если какие-то государственные, да, там вообще трэш-органы, вот, важно следить за собой, это вот мой основной, так сказать, месседж. Ну, да, почему хотели вам представить такое определение, да, может быть, тоже, опять же, что-то вы увидите, и вам это больше откликается, тогда об этом можно просигналить и сказать, вот, и тоже может быть индикатором, на что обратим внимание, да, что утрата происходит постепенно, Миша уже об этом говорил, да, потому что могут быть какие-то травмирующие события, могут быть биологические ритмы, да, и иногда нормально, что вдруг что-то происходит, вот, но, когда это один за одним, есть какой-то постепенный, малозаметный процесс, вот, действие вот этих стрессов средней интенсивности, часто это может приводить вот к эмоциональному выгоранию, это какая-то наша защитная реакция, да, в том числе важно понимать, что это защитная реакция нашей психики, это не заболевание, вот, как таковое, что-то ужасное, за что такая судьба, да, и даже это не такое обвинение, что мы все делаем не так, вот, скорее, это какой-то такой показатель, наш организм говорит, эхе, опасность, так дальше нельзя, надо защитить жизнь любой ценой, поэтому, значит, это в разных есть сферах, там, да, есть что-то, что называют парадоксальная субадаптация, например, да, то есть, что-то, что помогает выжить в одних условиях, но является разрушительным, да, когда человек оказывается в другом, в другой социальном устройстве, вот, постепенность, и три области, да, за которыми мы наблюдаем, эмоциональная, когнитивная и физическая, вот, физическая энергия, когда есть три изменения на трех этих уровнях, значит, стоит задуматься, да, и, скорее всего, процесс уже длительное время идет, и, значит, надо наблюдать его не сейчас, что же изменилось, вот, вчера, сегодня мне дали больше задач, или, там, ребенок сказал, не хочу играть с тобой, там, да, или будет страшно, или что-то такое произошло, а, значит, скорее всего, уже есть длительность, и надо чуть назад смотреть, что происходит, вот. И вот хочется добавить, думаю, что тут важна именно профилактика, да, то есть, то я как эта лягушка, я не понимаю, какая температура, мне может кажется, что все отлично, кислорода хватает, да, я же дышу, все классно, но мало ли, что я на Памир залез, все равно дышу, круто же, да, вот тут важна профилактика, то есть, усилием воли создавать себе, да, вот все какие-то поддерживающие активности, но мы об этом поговорим, какие-то подушки подстилать, соломки, и напитывать себя, именно вот, понимая, что вредная работа, нужно пить молоко, вот идея о том, что все отлично, все нормально, она тут не подходит, да, можно очень легко улететь. Так, что-то пикнуло. Наверное, кто-то подключился еще. Да, или кто-то подключился. Да, Татьяна, я вот вижу, подключилась. Хорошо, хорошо, идем дальше, давай, наверное, следующий слайд, пожалуйста. Да, вот, мотаем, мотаем, это мы уже сделали, второй вариант. Да, или что, или... Да, ну, второй вариант уже не... Я просто предлагаю уже колесу... Времени, да, времени мало. Вот тут ссылочки, я не знаю, как вам, можно в чат их закинуть, я, правда, сейчас попробую. Просто есть тесты на депрессию, тесты на выгорание, их много, они разные, вот можно просто потестировать, ну, прикинуть, да, что там у вас происходит, может, все отлично, а может быть, какой-нибудь тест покажет, что не отлично, и стоит, может быть, задуматься, да. Вот тесты, неплохая вещь, вот именно об этом. Ну, в принципе, наверное, я сделаю потом рассылку, наверное, я сделаю рассылку, и, может быть, скину, да, какие-то материалы, что-то, то, что мы вот про тесты, что-то еще, может быть, сейчас голову не приходит, что-то, в общем, скинем, да, может, презентацию нужно будет скинуть. Ты не против, Дим, как? Да, конечно. Потому что это копирает Димин тоже. Вот презентацию скинем, и вы тогда сможете, да, все это смотреть. Хорошо. Так, ой, что-то, вот, вот, так сказать, после грустной части, да, перейдем к более, так сказать, радостной и профилактической. Ну, наверное, многие из вас слышали про это, вот, колесо баланса, да, всякие модные коучи, там, всякие, там, крутые, там, да, изменители, покорители вообще этого мира, они про него говорят. Вот, ну, может быть, даже вы, в принципе, знаете, как с этим работать, инструментом. На самом деле, да, даже несмотря на то, что супер-пупер крутые коучи его рекомендуют, вот, всякие инфобизнесмены, вот, это инструмент очень даже хороший, очень даже рабочий, но очень простой, он простой, понятный, и он дает, ну, некоторую возможность оценить вообще, что в моей жизни происходит. Ну, по-моему, это дело, что там какие-то искажения все равно будут, потому что я не могу себя трезво увидеть, но примерно, примерно набросать как-то, да, такую грубую карту своей жизни с помощью этого инструмента можно. Принцип инструмента прост, да, я набрасываю какие-то направления в моей жизни важные, ну, тут такой какой-то, одно из колес, да, их может быть направлений больше, может быть меньше, да, у каждого может быть свое колесо, с какими-то вариациями, но в принципе, у всех есть здоровье, или его нет, да, там, любовь-семья, там, да, отношения, какие-то, да, с близкими, с друзьями, там, да, с супругой, супругами, с детьми, там, не знаю, то есть отношения, любовь, они у всех с кем-то есть, с котиками, например, работа карьера тоже есть у многих людей и сказать может быть она как-то дав что-то в ней в этой сфере обязательно происходит а может быть нет работы и карьеры и это тоже для меня что-то значит какой-то мой принцип может быть жизненный принцип а может быть жизненной трагедии финансы деньги но деньги как ресурсы жизненные ресурсы как я вообще живу в этом мире есть у меня ресурс вместо денег можно 100 друзей написать в которых есть эти деньги но есть ли у меня что-то вот с помощью чего как тогда я в этом мире могу функционировать образование развития тоже интересная штука у многих я думаю она есть вклад в ближних позитивное видение будущего это отдельная штука это просто такой не для всех колесо такой немножко специфическая вклад наследие тоже не для всех да то что останется после меня но не все об этом задумываются я опять же не призываю вас так сказать может быть да в эту сторону смотреть но в принципе если в эту сторону смотреть то можешь что-нибудь увидеть еще идея в том что если я что-то ну фокусируюсь на чем-то в своей жизни да и это не ужасу за что-то вот что меня вдохновляет то скорее всего в какой-то степени я буду этого достигать ну психик так работает а вот что у меня в фокусе туда и плыву есть такой навык контраварийного вождения может быть слышали если машину заносит в столб ни в коем случае нельзя на него смотреть потому что автоматически я буду рулить туда где находится стол слышали вы это или нет вот психика так работает да если у меня фокусе что-то ужасное я буду туда рулить поэтому мне важно создать какие-то прекрасные фокусы чтобы в них выруливать и вот колесо баланса один из таких инструментов чтобы как-то понять что у меня в жизни происходит вообще да в разных сферах но сюда можно добавить не знаю что там окружающая среда да там дом там не знаю страна климат многие добавили да отдых можно добавить духовность можно добавить хобби увлечения можно добавить да кто-то отдельно спорт выделяет и здоровье это пожалуйста да это вот ваш выбор но когда у меня этот инструмент есть мой компас карта да я могу уже как-то понимать что происходит и куда хочу доплыть да то есть если я не понимаю что происходит не понимаю куда плыть но такая себе ситуация да меня несет так сказать по волнам куда-то несет и прибивает там знак этому огромному острову из пластиковых бутылок который сейчас в океане болтается да вот и и мне приходится там болтаться либо же я вот выбираю какую-то четкую цель да по каким-то из направлений в которые я оцениваю да то есть смысл колеса баланса выделить направление и как-то их взвесить оценить что в них происходит насколько да я ими удовлетворен допустим здоровье да что там происходит прохожу ли я не знаю ежегодное обследование делаю ли я зарядку чищу ли я зубы там не знаю да хожу ли к стоматологу слежу ли за своим питанием какой у меня вес какой у меня пульс там все такое да если я это делаю если я понимаю что вот у меня все отлично все хорошо прекрасно я могу поставить себе там ну где-то там если от 0 до 10 лет там не знаю до 100 процентов там 50 процентов я делаю да а как бы я хотел развиться или может я себе поставлю 80 процентов что я еще хожу в спортзал еще бегаю марафон еще там не знаю что то еще такое какие-то практики практикую классные оздоровительные да там хожу не раз в год а там не знаю там раз в квартал какое-нибудь обследование 80 отлично все супер все под контролем то есть в секторе должен быть какой-то да хороший фундамент то есть принципе я не болею плюс я еще что-то делаю да чтобы поддерживать потому что если я в сектор у меня все хорошо но я ничего не делаю скорее всего сектор под угрозой да тоже понимаете вот эту вот особенность всем обучение везде 100 процентов на все отлично если я не вкладываюсь там через год у меня там зубы выпали там еще через год там не знаю там сердце шалит еще там через год у меня живот вырос да понимаете да то есть тут важно и фундамент и так сказать мой вклад в этот сектор должен быть и вклад должен быть ощутимый, что я понимаю, что это поддерживает мое здоровье. Отношения, любовь, семья, отношения, друзья, близкие, родственники. Как там-то у меня фундамент? Есть ли у меня вообще с кем-нибудь отношения? Может быть, они не нужны, я не знаю. Может, я интроверт, социопат, шизоид, математик безумный. Окей, я не спорю. Но есть ли у меня котик? Потому что окситоцин тоже очень нужен. Есть исследования, есть гормоны счастья, дофамин, эндорфин, окситоцин. Что-то там еще, я уже не помню. И окситоцин вырабатывается только в каком-то эмоционально теплом взаимоотношении между какими-то индивидуами. Возможно, с андроидами всякими, но их пока мало, они дорогие, их пока не купишь. Тамагучий не знаю, эксперименты не проводились с Тамагучи. А вот с котиком, вот котика поглотил, окситоцин вырос, почувствовал себя лучше. Точно, доволен с котиком. Это работает. Вот, кстати, есть такая книжка, я не знаю, вспомню они потом или нет. Можете записать. Восходящая спираль. Автор не помню, но если вы напомните, потом посмотрю. Нейрофизиология против депрессии. Там он расписывает простые вещи. И один из них – это общение с теплыми людьми, с теплыми животными, с какими-то теплыми средами человеческими. Там вырабатывается окситоцин, и это сразу немножко поднимает меня из моей депрессии, даже если она физиологическая. Не на 100%, но может немножко развернуть. Хорошо, да, ну работа, карьера. Опять же, есть она у меня или нет? Допустим, хорошо, работа есть, окей, карьера. Чего у меня с карьерой? Удовлетворен, не удовлетворен? Расту, не расту? Опять же, в карьере там же можно расти вверх, можно расти вбок каждый. То есть, можно стать президентом, а можно стать супер-пупер профессионалом в своей области. А можно по диагонали, но не знаю, не у всех получается, и вверх расти и в профессионализме. Что хочу, да, что сейчас есть, что я туда вкладываю, и какие перспективы. Про перспективы тоже важно. Вот в этих секторах видеть перспективы. Как это есть? Теория устойчивого развития. Сейчас такая очень модная. Какое мое устойчивое развитие? Видение меня там через 5 лет, через 10 лет, через 100 лет, не знаю, да, то есть по-разному. У каждого по-разному. Вот как я в сферах себя вижу, какой фундамент, что я туда вкладываю, и вот, соответственно, что с этим делать. Ну, деньги, понятно, да, финансы, они либо есть, либо их нет, либо их достаточно, либо их недостаточно, либо у меня есть способы, как их, так сказать, чудесным образом приумножать, либо их нет. Образование, развитие, да, вкладываю, если я в себя, вот именно в саморазвитие какое-то, кроме карьеры, да, в какой-то интерес свой, ну, сюда, наверное, можно и хобби, да, вот, включить. Есть ли у меня вот какой-то интересный жизненный драйв, что-то новое открывать, как-то, да, развиваться, куда-то расти. Ну, вклад ближних, это как раз про нас, про волонтеров, вот, про социальное служение, про то, что вот важно, да, ну, не всем, но некоторым, важно испытывать чувство социальной ответственности и изменять мир к лучшему. И вот некоторые, да, они получают от этого искреннее, истинное удовольствие, да, некоторые не получают. Ну, заставить их невозможно, да. Что я в этой сфере делаю? Опять же, да, вот есть идея, что вот эти действия, они как-то меня развивают и вообще некоторый духовный плюс в мою, так сказать, жизнь вносят, да, и жизненный баланс улучшают. Ну, позитивное видение будущего, это такая очень сложная штука, и даже сюда не стоит нырять. Но это, в принципе, что я верю, что мир можно немножко к лучшему изменить, что есть возможности, есть ресурсы, Вселенная изобильна, там, или Господь изобилен, важно просто потихонечку двигаться, и результат неизбежен, да. Вот это моя вера, да, вера, ну и плюс, какие дела в этом секторе есть. Вот если я такой верую во всё лучшее, лежу на диване, ничего не делаю, ну, так себе у меня позитивное видение. Скорее больше похоже на что-то другое, да, на какой-то инфантилизм. Ну, вклад в наследие, это вот то, что останется после меня, там, книга, сад, не знаю, какая-то там деятельность, добрая память, монумент в каком-нибудь городе, не знаю, да, то есть что-то вот останется, что-то я там, как это, не оставил след в истории, так наследил, ну, это не об этом, да, всё-таки прослед, может, даже небольшой следик, но он как-то такой хороший, какой-то ценностный, да, чем-то помог. Ну, опять же, да, то, что здесь нет, это вот про отдых, ну, отдых – это хорошая штука, очень важная, и важно её планировать, что у меня с отдыхом, с пополнением ресурсов, да, с этим жизненным балансом энергии, есть или нет, духовность можно добавить, да, как вообще, вот я в духовном плане, ну, нужна она мне или нет, кем я себя считаю, кем я себя позиционирую, я там, я вот христианин, да, вот для меня важно как-то быть на связи с Богом, там кто-то там не христианин, ну, что-то ещё у него, да, вот тоже сектор такой стоящий, ну, в общем, можно что-то ещё добавить, и важно, да, проанализировать, что происходит, да, то есть фундамент сектора, что я туда вкладываю, какие перспективы, и насколько я этим удовлетворён, да, вот понимаю, что что-то вот 50% у меня, вот что-то карьера, как-то я не расту, что-то я как-то подзастрял, да, то есть фундамент есть, да, я много лет работаю на одной работе, уже как бы так изучил многое, но карьерные не растут, да, почему, непонятно, надо разбираться, и вот с точки зрения коучинга, да, я могу здесь ставить какие-то шаги, то есть вот я вижу себя вот здесь, вот сейчас в карьере на 50%, а что нужно, чтобы на 60%, примерно, да, вот чтобы чуть-чуть получше себя почувствовать, чуть-чуть стать более карьеристом, не знаю, более счастливым человеком, который работает на работе, чего не хватает, и вот первый шаг я проектирую, да, вот на 10%, даже на 5%, ну, не на 5%, хотя бы на 1% тогда, как улучшить, что туда вложить, и я этот шаг проектирую, и себе в план счастливой жизни записываю, завтра, не знаю, позвонить Диме, сказать, Дима, я хочу там, не знаю, если Дима мой начальник, да, хочу там вот что-то еще изучить, пойти на курсы антивыгорания, и пройти их у кого-нибудь супер-пупер специалисту, окей, хорошо, Миша, иди, да, и все отлично, это у меня записано, это будет работать, не знаю, там, здоровье, там, я понимаю, что давно я не был на диспансеризации, да, вроде сейчас фундамент нормальный, к стоматологу сходил, а вот внутри что-то там уже там, ну, уже там 45 лет что-то покалывает, что-то там постукивает, что-то там позвякивает, да, надо бы разобраться, чтобы не рассыпаться по дороге, вот, может, стоит запланировать диспансеризацию, запланировать там что-то еще, там, какие-то вот, не знаю, там, спортивные мероприятия, ну, не спортивная, физическая культура, там, там, йогой заняться, бегом заняться, то есть, то, что сижу много, не знаю, там, живот растет, так сказать, пульс растет тоже, давление растет, все растет, и как-то не очень это нравится, поэтому важно что-то с этим делать, здоровье где-то 60, ставлю себе, да, вот, ну, какие шаги я хочу, вот, чтобы его улучшить, да, вот там, если 60, на 70, это уже, нет, 65, это сходить на диспансеризацию, 70, найти какого-нибудь, не знаю, фитнес-тренера, или консультанта, да, чтобы он мне рассказал про живот, и что вообще с этим делают, может быть, найти какого-нибудь хорошего семейного доктора, чтобы мне тоже там пояснил, что у меня там внутри стучит, скрипит, да, то есть, я эту программу себе написал, примерно первые шаги написал, все записано, даты стоят, буду делать, не буду делать, ну, следующий вопрос, да, уже разбираться, как с этим быть, почему у меня прокрастинация включается, вот, ну, и вот каждый из этих секторов, да, я разбираю, что у меня там в балансе, как я туда вкладываюсь, и насколько я удовлетворен, и что с этим теперь делать, да, если, ну, маловато процентов, понятно ли это, да, вот как вам обратная связь, Дим, может, ты что-то добавить хочешь? Да, да, я хотел бы добавить, ну, да, сначала давай обратная связь, если. Да, Варвара, может, что-нибудь скажете, как вам отклик? Итак, мой отклик, мне кажется, то, что вот это вот все, очень важно, и на самом деле это все очень правильно, но так как я недавно выбралась из депрессии, после выгорания неоднократного, мне все это кажется какой-то дичью, потому что я не могу себя заставить что-то сделать, мне тяжело помыть голову, тяжело почистить зубы, а вы тут говорите про то, чтобы всего 5 баллов заработать и найти себе какого-нибудь фитнес-тренера, мне кажется, то, что надо еще немножечко смотреть в сторону того, чтобы как-то еще какие-то шаги предпринимать для того, чтобы заложить фундамент, еще какие-то шаги перед фундаментом нужны, вот это мне было бы очень интересно. Варвара, это правда очень ценное замечание, и естественно важно не игнорировать текущую ситуацию, если я сейчас как бы после ДТП некоторого, ну вот выгорания, депрессии, все-таки ДТП, я попал в ДТП, мне надо как-то пройти реабилитацию, если я сейчас скажу, о, Айлон Мас запускает корабли, я тоже должен, но это будет некоторая глупость, то есть или это там Вася Пупкин пробежал марафон, и вот я сейчас тоже с переломанными ногами тоже пробегу, реалистичное колесо, если я про депрессию и выгорание, то у меня во многих секторах будет пополнение ресурса, выйти хотя бы в какую-то стабильную ситуацию, по здоровью мне сейчас нужно хотя бы вот это, любовь, отношения, вот у меня котик есть или что-то, близкий друг, не знаю, родственники, то есть какой-то минимальный минимум именно на баланс, то есть я работаю на фундамент, то есть это колесо скорее с фундамента развиваться дальше на человека, который в ресурсе, если я сейчас вне ресурсе, мое колесо это про построение ресурса, это как бы предколесо, то есть вот как мне создать зону здоровья, у меня сейчас ноль там, ну так это адекватно, ну ноль, что делать, хотя бы вот, да, что-то вот такое там, да, вот сон наладить, да, питание наладить, не знаю, если мне трудно мыть голову, пойти там с подругами в финскую баню сходить там, ну что-то, ну как-то, да, себя научиться мотивировать, ну просто депрессия это отдельная штука, да, там много разных штук, ну когнитивная психотерапия хорошо с этим работает, с депрессией, да, там анализ мыслей, какие мысли попадают вот в эту эмоциональную штуку, да, и меня уносят и так далее, там есть чем работать, да, дневник мыслей вести, вот если вы, может быть, сталкивались с когнитивной психотерапией, если не сталкивались, советую почитать книжки Лихи, Роберт Лихий, у него про депрессию есть книжки, просто когнитивка, она очень простая и эффективная, это самая простая психотерапия, да, эмоций и изменение мыслей и потом эмоций, да, потому что это завязанные вещи, вот, поэтому, правда, да, для Варвары важно, вот, колесо, не баланс, а колесо базовое, фундамент, да, как-то вот, выйти на какой-то хотя бы уровень, а не запускать космические корабли, правда, пока рано, нет ресурса такого, вот, это верно, может быть, кто-то еще хочет открыться, вот Ольга, может быть, что-то скажет. О фонде, вот, я делаю с выпускниками детских домов, чтобы до 10 баллов у нас немножечко, ну, мы задаем сферы, для них важные, как мы считаем, и мы считаем, что, ну, я так про наш фонд целом, что колесо должно быть круглым, потому что тогда удобнее ехать, даже если везде по 2 балла, оно кругленькое, и как бы нигде ничего не западает, и оно не трясется, то есть, ну, как бы ехать по жизни, то есть, да, если как-то, ну, там, денег мало, но они есть, да, учеба вот какая-то есть, подработка есть, да, ну, вот здоровье, оно есть, но такое вот, ну, дышим, вот, и значит, мы можем катиться дальше, если хочешь что-то увеличивать, тогда уже, да, ну, постепенно, не сразу, поскольку только входишь в жизнь, ты еще молод, и ресурсы, как говорится, не те еще, вот, поэтому, ну, мы считаем по окружности, и мы даже делаем с ними колесо на выходе из детского дома, потом вот у меня они в сопровождении, в проекте поддержка, и через год мы повторяем, мы накладываем одно на другое, смотрим, где что изменилось, и это очень интересно, кстати, посмотреть изменения, вот, а те, кто учится в школе, мы им иногда рекомендуем делать колесо просто по предметам школьным, это тоже забавно, где такой предмет западает, поэтому здесь можно что угодно вкладывать, здесь так все очень серьезно, вклад в наследие, я бы такое детям не давала, ну, это специфичное колесо, да, я предупредил, правда, забавненько, да, ну, так глобально вообще, у меня бы там, наверное, провисло, в наследии, спасибо, Ольга, вы очень верно сказали, я об этом забыл, да, что важно, чтобы колесо катилось, правда, важно, чтобы был баланс, если у меня в здоровье там 500 процентов, а в деньгах ноль, или минус бесконечность, это нехорошо, правда, для колеса, и важно, может быть, там, в спортзал поменьше ходить, побольше на работу, там, или что-то такое, то есть важно как-то уравновешивать вот эти сферы, но еще есть идея, что оно как-то симметрично работает, это колесо, вот эти сектора, как-то духовное, физическое, да, они как-то взаимодействуют, но это опять же идеи, мир таких детей. можно добавить по поводу того, что оно симметричное, вот, когда с детьми делаешь, у них иногда там до 10 баллов общения с друзьями, а какая-нибудь учеба на двоечке, и все время их спрашиваешь, а ты не хочешь эти баллы перенести на учебу немножко, ну, то есть не гулять 4 часа, например, 2 погулять, а 2 посвятить учебе, они задумываются, потому что перед глазами еще, когда обвел, ну, как бы свое колесик, это такую шестеренку иногда, вот, очень видно. Да, спасибо, спасибо. Наталья, может быть, что-то нам напишет, а, вот Наталья написала, важно иметь и рядом окружение, которое будет подталкивать, ну, да, вот это, кстати, окружение, поддерживающее окружение, это очень важно, особенно для человека в какой-то, да, трудной, кризисной, может быть, ситуации. Я не знаю, есть ли какие-то группы анонимных выгоревших, вот здесь анонимные эмоционалы, анонимные депрессивные есть, но вот эти вот губы самопомощи, они, правда, эффективны, не знаю, сталкивались вы с ними или нет, вот я как, ну, в моей клиентской практике, я некоторым клиентам прям рекомендую походить на какие-то группы, потому что вот этот групповой эффект выздоравливающего, или уже здорового, поддерживающего окружения, правда, велик, то есть одному трудно барахтаться, когда нас больше, чем один, мы уже как дать синергетический эффект. Спасибо, Наталья. Дим, ты что-то добавишь? Я хотел бы предложить так, немножко по-другому, тоже на это взглянуть, вот, более тоже заточено под нашу тему, о том, о чем мы говорили, да, вот, звучало несоответствие задачи ресурсов, и, в принципе, вот это колесо баланса, оно должно было это продемонстрировать, есть масса методик, вы можете найти в интернете, сейчас это прописано, как это сделать, как продиагностировать, с какой целью мы бы вам предлагали это использовать, да, колесо круглое должно катиться, и есть тогда предположение, что вроде бы это вот дает ощущение счастья, дает ощущение, что жизнь такая полноценная, вот, в то же самое время, где же брать эти ресурсы, что это за ресурсы, да, которые должны соответствовать количеству задач, так, кажется, что ресурсы – это наша сила воли, это наше время, которого вечно не хватает, это какие-то профессиональные навыки, и поэтому, чтобы мне выполнять те задачи, которые я должен, мне, ну, чаще всего, как-то интуитивный человек думает, так, мне нужен тайм-менеджмент, чтобы эффективнее расходовать время, мне нужны какие-то такие техники, как, значит, свои, сортировать письма, задачи определять и прочее, да, и мне нужно просто как-то вот себя периодически заставлять, говоря, что, ну да, сейчас сложный период, дальше будет лучше, но, к сожалению, к сожалению, ресурс – такая вещь, которая как-то незаметна у нас есть, незаметна, как она у нас появляется и приходит, то есть, не всегда можно сказать, я что-то сделал, и он появился, да, и значит, как бы делать, когда уже провисает, поздновато, и это колесо, оно дает представление о том, что у нас есть те области жизни, которые, может быть, напрямую ни с работой, ни с социальным служением, ни с чем не связаны, но именно они дают ресурс, именно они дают ту энергию психическую, как угодно ее назови, которую мы можем по нашему выбору куда-то вкладывать, и поэтому, да, бывает действительно, что какой-то сектор этого колеса, он более значим для нас, и он больше, вот, может быть, это компенсирует, может быть, да, как-то нам помогает некоторое время ехать, катиться, но, к сожалению, опыт показывает, что если вот эти важные области, где мы напитываемся, да, если мы их, на них внимание не обращаем, превентивно, немножко заранее, если мы их не развиваем, то у нас и нету этой базы ресурса, которую бы мы могли куда-то вкладывать, да, в то, куда сейчас нужно, ему просто не откуда-то браться, может быть, конечно, там, Господь нас поддерживает, может быть, еще что-то, но на практике, да, важно смотреть, что у меня в других областях не связано, да, это каждая из этих областей, она дает вот эту энергию, которую мы можем направлять, она дает тот фундамент, ту базу, да, вот это та база, на которой мы можем строить нашу деятельность, которую мы выбираем, вот что важно, что мне хотелось сказать, да, то есть мы должны контролировать, как у нас с этими областями, если мы хотим, да, чтобы наш ресурс был, вот, я сейчас не говорю о том, что если мы разобьем все эти области, то мы сможем решить все возможные задачи, и будет баланс, будет соответствие, нагрузки ресурсов, нет, это отдельная задача, я скорее про то, что нам нужно думать о ресурсах, вот, правда, часто так бывает, что что-то захватывает человека, и другие области проседают, мы когда начинали тоже нашего, волонтерскую деятельность, доходило до того, что мы запрещали, ограничивали количество посещений, количество групп, да, в которые может волонтер, который только приходил, участвовать, да, мы ему об этом говорили, что точно так же общение с родными, общение с друзьями, учеба, да, либо работа, это важно, вот, ну и я, может быть, два слова про вот эти сектора, которые пугают, да, позитивное будущее, и вклад в наследие, вот, мне кажется, они важными, это, ну, такие условные названия, но область, она важна, что-то, что не связано с моей текущей повседневной жизнью, да, что-то, что связано с тем, как я вообще свою жизнь в целом на нее смотрю, для чего она мне, как я ее использую, вот, чего я от нее ожидаю, да, потому что иногда может быть совершенно такая закономерная мысль, ну, сколько мне, да, как-то написано, 70 лет или 50 лет, ой, мне уже 40, значит, у меня осталось там максимум 25 таких более-менее активных лет, мне нужно из них выжить максимум, да, вот, нужно делать, делать, а дальше будет пенсия, и вот на пенсии я отдохну, или еще что-то, оказывается, что это не всегда работает, да, что это такая обманка, вот, или наоборот, может быть, не пенсия, а дальше начнутся болезни, давление, я начну лежать, и в этом плане, да, позитивное видение будущего, это не только, что все будет хорошо, да, это не только, что вот нужно чего-то делать, иначе все развалится, вот, но это и то, какие ценности, воплощенные в будущем, я вижу, да, какие ценности я поддерживаю, работаю на то, чтобы они были в моей жизни, вот, и вклад в наследие тоже близко связанное с этим, что-то, что я создаю, что система большая, чем я сам, да, я часть чего-то большего, это не значит, что меня там поддерживают, будут кормить, или, да, развлекать, или утешать, или еще что-то, но я что-то создаю, и это может быть от какой-то научной, или околонаучной деятельности, да, я описываю, я создаю методички, я транслирую опыт, передаю его, да, создаю некоторое наследие, там, да, в той области, которая мне нравится, это может быть, да, какая, опять же, социальная работа, может быть, совершенно с этим не связана, и это тоже создает ресурс, тоже создает ту энергию, которую мы можем расходовать, вот о чем тоже мне хотелось сказать, такой небольшой чекап, да, что не всегда нужно копать там, где провисает, вот, где кажется, что провисает, где я обнаружил, а смотреть, как вот другие области у меня сейчас существуют, и у них тоже по чуть-чуть вкладывать, вот, тогда действительно будет лучше, спасибо. Спасибо, Дим, да, такое ценное замечание, хорошо, тогда двигаемся, да, потихонечку дальше, что у нас, проговорили про ресурс, да, то есть первое, откуда берется ресурс, вообще, из каких областей берется энергия, которую мы можем откуда-то черпать, куда-то направлять. Ты тут помнишь, еще про зеленые активности, да, вот эта теория счастья, хэппи, хэппи, если в моей жизни… Это отдельный вебинар, который был… Ну да, ну, пара слов вообще, да, то есть все-таки в жизни моей есть те активности, которые мне нравятся, которые меня заряжают, да, и я как бы их знаю, я их понимаю, я их практикую. Вот это очень важная штука. То есть у нас там было упражнение написать 10 активностей, которые меня вдохновляют. Пусть они будут, не знаю, какие-то странные, глупые, а может быть очень интересные и полезные, но это меня вдохновляет. И я эти инструменты как бы выявил, они со мной, и я их встраиваю в свое колесо баланса, в свой жизненный план, и я их практикую, как там чистку зубов, или, не знаю, походы к зубному врачу ежегодно. Хорошо. Да, вот едем дальше. У нас про ресурсы, про матрицу Эйзенхауэра, про, как это, наши процессы, да, жизненные. Ну да, про ресурс поговорили, тебе надо проговорить по задаче, чтобы в баланс как-то вместить. Да, задач всегда много, всегда хочется их сделать сам, потому что, если хочешь что-то сделать, сделай это сам. Вот, и какие в этом есть ловушки, да, как можно определить, в чем есть моя эффективность, в чем я сейчас в том месте, где я нахожусь, то есть задача, я эффективен, и это я должен делать, что не есть моя ответственность или не есть то, что я должен сейчас делать. Продолжишь? Ну, да, вот тут матрица Эйзенхауэра, ее часто используют для бизнеса, каких-то, да, процессов, чтобы быть эффективным, все успевает, да, как-то, да, понимать. А мы немножко ее развернули, да, такая транспозиция, да, то есть просто описать свою реальность, а вот у меня как? Да, вот есть процессы, я их выполняю, да, есть срочные процессы, есть несрочные процессы, есть важные и неважные, ну, как я их понимаю, потому что на самом деле для супер-пуперэффективных людей всегда, вот этот вопрос приоритизации всегда стоит, да, а важно оно или неважно, а срочно оно, ну, срочно и несрочно еще более-менее понятно, а с важным и неважным, ну, всегда, да, есть разные мнения, вот, так сказать, нам хотелось просто, да, как-то посмотреть на свою жизнь в таком некотором, да, ретроспективном взгляде, камерой какой-то, может быть, да, которая смотрит беспристрастно и видит, что у меня происходит, да, что вот у меня, какие у меня процессы важные и срочные, да, чем занято, какими процессами занято мое время, да, и вот у нас было упражнение, то есть какими делами я занимаюсь, да, вот именно опираясь на эту матрицу Зинхаура, вот, ну, немножко с развернутым смыслом, да, что я в моей жизни срочно и важное, что несрочно и важное, что совсем, так сказать, неважное, несрочно, да, вот, что вот происходит в этих секторах, как я себя в этом вижу, и мы хотели подождать, как упражнение, да, там буквально, ну, 20 минут у нас уже нет, к сожалению, хотя бы там, не знаю, там, 5-10 минут, ну, лучше 5, потому что очень мало времени, попробовать просто, ну, посмотреть, может быть, если есть возможность записать эти сектора, что у меня происходит, чем я занимаюсь, а потом, да, дать какую-то оценку трезвую этому, потому что очень много каких-то, ну, вот этот бэкграунд, фоновых дел, которые я делаю, я их могу даже не осознавать, да, то есть у меня какая-то куча, куча, куча какой-то рутины, важной и срочной, да, обычно очень много важного и срочного, особенно, да, ну, людей, которые благотворительностью, волонтерством, таким активным, да, занимаются с просителями, или там, да, с детьми, там очень много важного и срочного, да, вот, можно как-то это хотя бы для себя выписать, и потом трезвым взглядом на все это посмотреть, да, такой вот, некоторый срез в моей жизни, исходя вот из реальной, из текущей матрицы, не из планированной, как делают, суперэффективной, а из реальной, вот как у меня сейчас, да, вот, как вам, хотите немножко, да, сделать упражнение, хотя бы пять минуток этим позаниматься. Хорошо, окей, вот я вижу, Варвара поддерживает, если Ольга нас поддерживает, Наталья пока не написала, а, Дима, Дима отошел, хорошо, давайте пять минуток, да, вот на некоторое изучение своей реальной жизни, что у меня происходит, куда я трачу, вот, да, вот эту вот энергию, в какие дела я вкладываюсь, а потом, вот, можно как-то это проанализировать, можно поделиться, можно не делиться, можем просто какую-то общую, да, обратную связь дать. Все, пять минуток, время пошло, просто написать, да, что у меня сейчас происходит, как я это вижу, да, в какой-то такой моей реальности. Да, друзья, возвращаемся, потихонечку, пять минут прошло, я вот вижу в чате, у нас активность, ага, да, 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 что важные дела мы сразу выделяем, а не важные, как-то сложно, такая, как это, обман, обман мышления, обман самого себя, когда мозг все то, что я делаю, он отмечает, как важное, и это правда, правда, очень, очень так. Вот, здесь важно честно, да, посмотреть и записать, просто как есть. Ну, когда этот список уже готов, теперь можно на него, как-то более так трезво взглянуть, и честно, да, и посмотреть, а действительно ли, важно и срочно, важно и не срочно, они вот такие уж важные, и это правда интересный вопрос. Вот, кто может быть заметил, что у него в важном и срочном есть не совсем важное, а может быть даже и не совсем важное, а совсем не важное. Есть ли такое? Можно в чат, можно в голову. что вот, поскольку вопрос был про важно-неважно, вот предыдущий слайд, там есть некоторые намеки, на это как определять, важно или неважно. Вот, понятно, мы говорим, что, ну, это из бизнеса мы взяли модели, посмотрите, важные дела, срочные, это те, как бы, невыполнение которых отбросят вас назад в достижении цели, да, то есть те, которые принесут, как бы, отрицательный эффект, разрушат, да, не прирост, а, собственно говоря, принесут разрушение, да, вот, важные, несрочные, да, это те задачи, которые полезные, они приближают вас к отмеченной цели, но нет аврала, не горит, да, так скажем, вот чаще всего считается, что, ага, нету фиксированной даты, да, либо, собственно говоря, оно где-то еще далеко, вот, такой момент, ну, вот, да, может быть, какие-то, да, правда, подписываюсь, тут еще есть проблема субъективности, да, вот я вот об этом, что иногда мозг, он помечает, как важное и срочное, и какое-то потенциально опасное, да, если не сделаешь, какие-то действия, и привычные рутинные процессы, их может быть много, вот если как-то отстраненно на все это посмотреть, можно увидеть некоторые нюансы, да, и что дело может быть каким-то важным и срочным, но оно, например, важно и срочно, но не мне, да, вот как там на предыдущем слайде было, оно может быть важным и срочным, но не мне, тогда почему я его, так сказать, важное записал, непонятно, да, вот что-то, это сектор С, на самом деле, то есть она важная, кому-то может быть, и для кого-то срочная, но не совсем для меня, да, и просто я ее как бы воспринимаю как таковой, почему-то, да, потому что у меня есть какие-то мои установки, там, видение, верование, убеждение, вот так, что-то в чатике у нас, ага, бодрым взглядом утром, но это правда, да, потому что к вечеру, правда, мозг плохо соображает, но это такое упражнение, его можно так же тоже делать, да, вот, обычно я его еще, если живые тренинги дополняю таким упражнением, которое я взял из тренинга границ, что в принципе в сфере моей ответственности, того, что действительно, вот я, ну, за что в принципе я беру ответственность в своей жизни, да, вот границы моей ответственности, это упражнение, я знаю, сказать, человеку сидит, там 10 минут выписывает, а за что я взял на себя ответственную жизнь и несу, и там какие-то вот тоже сектора, из того же колеса баланса, да, или как, ну, более развернутого, или из каких-то других, как-то, да, классификаций, это то, что вот я считаю ответственным себя, да, то, что для меня как-то является какой-то сферой, ну, за что я готов держаться, сражаться и так далее, и очень часто бывает, что моя сфера ответственности слишком большая, ну, это про тех людей, которые выгорают, у некоторых людей она слишком маленькая, но они скорее не выгорают, у них как бы все условно хорошо, они не перенапрягаются, но там другие проблемы, с прокрастинацией, там, застоем и так далее, много лишней ответственности, много лишней энергии уходит куда-то, да, тут, да, опять же, да, интересный аспект, да, вот, многих волонтеров, которые могут попадать в роль спасателя, да, вот я спасатель, вот, к сожалению, у нас, или к счастью, как сказать, вот в чате было это, да, что вот, если не я, то кто, и это очень такая штука небезопасная, ну, вроде бы, да, это как бы, ну, это круто, когда я понимаю, что вот это вот амбразура, и надо на нее лечь, то, что если не я, не лягу, то кто, да, но вот тут важно, так сказать, семь раз отмерить, прежде чем ложиться на амбразуру, понимая последствия, понимая как-то трезво, что это такое, что меня туда влечет, то есть, для чего я беру на себя какую-то повышенную ответственность, да, какую-то такую, ну, ношу достаточно тяжелую, и я понимаю, что если я лягу на амбразуру, ну, это некоторая одноразовая вещь, да, то есть, я лег и все, ну, так сказать, потом меня унесли, а нужно ли это? Да, вот, мозг, он очень ситуативен, особенно, там, теория о трех мозгах, мозг рептилии, да, то есть, бей, беги, замри, там, сожри, там, убеги, вот, вот, все самое хорошее здесь, сейчас, все самое плохое, когда-нибудь потом, да, он очень ситуативен, и какие-то, да, социальные, какие-то вот эти штуки, да, морально-нравственные штуки, он тоже может вот этим простым механизмом обрабатывать, вот, есть я, вот, есть амбразура, вот надо ее закрыть, все, я не вижу дальше, я не вижу перспективы, у меня как бы, да, эмоционально может как-то меня переклинить, да, я вижу боль какого-то конкретного, да, человека, там, или какого-то, ну, животного, ну, подопечного, да, и вот все, я решаю ее закрыть, потому что вот здесь сейчас, да, вот этот быстрый мозг сработал, на долгие некогда, да, тяжело думать, да, энергия на это уходит, и важно вот тут, да, вот как вот Дима говорил, что тормозить себя, то есть если моя организация меня не тормозит, важно все-таки себя тормозить, и понять, а что будет, да, что если я выбираю закрывать эту амбразуру, кому от этого легче, да, вот как вот, кто там пел про костер, да, который все спалил дотла, Макаревич что ли, я уже не помню, Машина Времени, вот красивая метафора, но на мой взгляд небезопасная, да, особенно в волонтерстве, особенно в социальном волонтерстве, ну какой будет толк, вот я одного подопечного спас, а остальные сто, которые там, в очереди, они все, они, ну, никак, да, потому что меня-то нет, это вот про маску, да, в самолете, да, сначала одень себе, потом ребенку, вот мозг здесь может давать сбой, потому что вот это мой ребенок, мне надо на него сразу маску одеть, потому что я все ради него, да, этот сбой, он очень частый, к сожалению, у волонтеров, и тут вот важно как-то посмотреть, да, вот на эту матрицу свою, на срочное и важное, нет ли там вот этих вот, так сказать, сбойных задач, то что я взял на себя ответственность, и я взял ее не стратегически, как-то из длительного какого-то, да, такого вот действия, а здесь сейчас, да, вот тут вот спас, все отлично, что будет дальше, я не думаю, но скорее всего понятно, да, то есть я об этом не думаю, я об этом подумаю завтра, но завтра может не наступить, вот, да, и мои подопечные, и я как бы все пострадают, мне еще очень нравится Стивен Ковис, его концепция выиграл-выиграл, может быть, кто-то читал книгу «Семь навыков высокоэффективных людей», вот, очень классная книга, особенно вот для, так сказать, детей из детских домов, мне кажется, подростков, вот, я бы всем рекомендовал эту книжку читать, ну, какие-то жизненные такие, да, ценности, жизненная карта, жизненные, как сказать, да, некоторые установки, которые, очень эффективны, да, один из принципов этой книги – это выиграл-выиграл, да, то есть во всех каких-то, да, концепциях, во всех своих процессах, во всех своих, да, вот, коммуникациях и взаимодействиях я ищу только тот вариант, когда все выигрывают, потому что мозг, опять же, да, вот он, к сожалению, так устроен, он как-то мыслит чисто двоично, либо я, либо ты, да, или пусть никому ничего, я выиграл, ты проиграл, ты выиграл, я проиграл, или там все понаткусываю, не знаю, может быть у вас нет, не знаю, но в принципе, вот как-то вот из практики, да, обычно из тренингов, обычно на автомате вот какие-то такие качели, а выйти на концепцию того, что важно, да, концепцию устойчивого развития, чтобы все выигрывали, чтобы всем было хорошо, и что мертвый волонтер – это плохой волонтер, да, вот он не должен умирать, он должен, так сказать, быть, быть ему должно быть хорошо, да, и вот проанализировав свою матрицу, посмотрев, нет ли там каких-то вот этих ошибочных сценариев, не стал ли я случайно пионером-героем, не лиду ли я уже на танк с гранатой, вот как-то заметить это и честно себе, ну дать отчет, что вот я почему-то это выбрал, но хорошо ли это в перспективе, да, и правда ли я хочу вот закончить свою, как сказать, какую-то волонтерскую карьеру вот так, или это не совсем так, а это ошибка, и я сейчас начну как-то, ну более к себе относиться бережно, как-то трезвомысленно. Хорошо, есть ли сейчас какие-то вопросы, обратная связь, там, да, предложения, Ольга, как вы, откликнетесь? Я периодически это делаю, и сама, и со своими подопечными, но я сейчас так подумала, если, ну в общем, да, так проанализировала, мне пришла такая мысль, а что если все, если человек все засовывает в несрочное и неважное, то скорее всего он уже выгорел, да, то есть это может быть такой диагностикой даже. Да, ну если мне ничего не срочно, ничего не важен, то я уже практически живой труп. Да, вот я это подумала, что кто-то все запихивает в важное и срочно, а если наоборот, то это уже все, да, получается? Ну это уже, да, какая-то крайняя стадия. Просто сейчас-то так подумала, если я не срочно, да, про пиво тоже было забавно сейчас. Ну да, и на самом деле, ну не знаю, может быть на самом деле это и важное, кто знает. Надо брать по настроению, когда придет время. Да, хорошее пиво с хорошими друзьями, там, с хорошей рыбкой, там, или что-то, ну мне кажется, это хороший вклад в колесо баланса и ресурс. Так что вот, Варвара, все как бы, да, неоднозначно. Спасибо, Ольга, спасибо. Может Наталья как-то что-нибудь еще, кто-нибудь еще откликнется. Ага, пришла, чтобы оставить. Несрочно, неважно, интересное, нужно брать его на вооружение. Спасибо. Ага, хорошо. Ну, в общем, вы поняли, да, некоторый принцип, понимание, как-то осознание, использование все-таки некоторого ручного тормоза и заставление себя посмотреть, а что вообще происходит. Вот если с точки зрения эффективности, просто многие люди живут важно срочно. Такой пожарный маркетинг. Многие компании так живут, всякие, чуть ли не может быть, и многие государства. Ко всеми что-то рвется, что-то тушат, какие-то пожары, пожарные, да, и все вот это вот в таком клубке. И конца, и края этому нет. И проблема в том, ну, вот, собственно говоря, матрица Эйзенхаура, да, сейчас, Варвара, я вам дам слово. Матрица Эйзенхаура, он-то о том, чтобы эффективный человек, он живет в несрочном и важном, процессы несрочные становились срочными, то есть он тушит пожары еще в самом зачатке. А чтобы вот эта матрица крутилась, и все дела были несрочными и важными, можно через колесо баланса планировать, да, эти процессы, стратегически, исходя из своего устойчивого, да, развития счастливой, счастливого развития своей устойчивой концепции жизни. Вот, да, если вот так посмотреть. Да, Варвара, что-то вы хотели сказать? Ага. Да, я сейчас, вот мне это очень сильно откликнулось, то, что когда компания живет тем, что все срочно и все важно, это очень сильно бьет по мозгам и по нервам. но это выгорает, выжигает его, Да, я когда работала в компании Сбермаркет, у нас там все задачи были именно такие, все надо было делать на максимальном, быстро и максимально качественно, а это прям очень нереально, очень много ошибок люди допускали. Это же постоянный стресс, да, это постоянный стресс, это обесценивание, это вот эта вот какая-то гонка непонятная, да, это правда, это выжигает, да, и поэтому разумные компании, бирюзовые, да, как сейчас модно говорить, эти бирюзовые компании, которые живут ценностями сотрудников, которые на уровне там находятся, в высоком, вот там несрочные процессы, но неважные, да, и несрочные процессы не допускаются в важных, в смысле в неважной, в смысле важные несрочные, Несрочные процессы не становятся срочными. То есть они подхватывают в тот момент, когда он еще пока не срочный и выполняется вот в это время. Эта ажиотация и гонки не происходит. И это не просто, но это возможно. А для этого уже планирование стратегическое в своей жизни. И вот как раз колесо баланса, оно помогает как-то в свою жизнь увидеть, посмотреть про ресурсы, посмотреть про баланс этого колеса, чтобы оно крутилось, знать куда хочется. Ну еще вот эта временная перспектива, когда человек задумывается о том, что будет через 5-10 лет. Это уже написать колесо баланса через 10 лет, каким бы оно было бы. Оно же может расти, то есть я его могу как-то обнулять. Вот я достиг чего-то классного, мне все нравится, а дальше что? Чтобы было какое-то движение, начало с какого-то базового уровня хотя бы, чтобы выжить. Выжил, хорошо, теперь жить получше, живу получше, хорошо и так далее. Вот это устойчивое развитие на многие годы вперед, цели примерно понятны, баланс я настраиваю, чтобы не было перекосов, спицы у меня не торчали из колеса. И соответственно эти процессы, они становятся не срочные, они рутинные. Вот в тренинге по эффективности, там я про систему рутинно рассказываю, еще классная такая штука, что важно не достижение цели, а важно создать привычки. Привычки устойчивые, которые меня мимо этих целей, помогают их достигать, как станции. Цели это как станции, я на рельсах, я еду, они неизбежны, эти цели. У меня есть привычка заниматься, чистить зубы, заниматься гимнастикой, йогой, ходить к психотерапевту и что-то еще. Следить за собой, анализировать, провести аудит в своей жизни, не выгораю ли я, не подгореваю ли, не происходит ли что-то такое со мной. В контакте с собой, с телом, с эмоциями, эти привычки, они уже со мной, и они меня уже везут к моей счастливой мечте. Я как бы встал на рельсе и еду. Вот эта концепция, когда увидел цель и побежал к ней, достиг цели, не знаешь, что делать, она не очень разумная. Это важно стратегически. Дим, ты с нами или ты убегаешь? Да, мне, к сожалению, надо бежать. Прошу прощения, спасибо, было очень радостно. Спасибо тебе, что выделил. Да, прикоснуться, надеюсь, что как-то это поможет, да, контакты будут, так что пишите, будем рады, что ты можешь еще подсказать. Да, спасибо, Дим, спасибо тебе. Да, 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 с Богом. Давай. Вот, Дмитрий просто надо уже убегать, он человек сверхзанятой, да, у него важные срочные, к сожалению, тоже очень много процессов. Хорошо, тогда немножко дальше, да, вот я хотел еще про эмоциональную сферу коснуться, да, если у вас еще есть время. Если у вас нет времени, конечно, не могу вас держать, но вот если время еще есть, давайте как-то про эмоциональную сферу немножко поговорим, да, вот здесь слайд видно. Токсичные эмоции, которые тоже выжигают потихонечку человека, выжигают его ресурс и, в общем-то, да, ну, ведут его к эмоциональному выгоранию. Если на моем рабочем месте, в моей волонтерской какой-то организации, вот я сталкиваюсь с этими эмоциями, да, мой коллектив может меня к ним располагать, да, руководитель там, да, подопечный. Если этого много, я в этом ворюсь, скорее всего, я выгорю, да, то есть это мой эмоциональный ресурс выйдет в ноль. Вот эти вот токсичные эмоции, да, как процессы, они в принципе могут у человека присутствовать. Вот есть понятие, да, там такие невротики, невротизации, да, многие с этим сталкивались, какие-то страхи, тревоги, неврозы. Обычно у людей в таком состоянии есть какие-то фоновые токсические чувства. Они уже настолько привычные, что они осознаются. Вот в психотерапии, вот когда работаешь, их не всегда просто даже как-то, да, осознать человеку. На самом деле я там гневаюсь на всех, да, а мне кажется, что у меня просто депрессия и нет сил. Да, вот иногда сильные эмоции, они маскируются под какими-то телесными симптомами, да, под какими-то защитами. И вот если брать вот эту табличку, здесь такая, да, ну, некоторая выборка таких самых мощных, токсичных и, ну, выжигающих чувств, которые, если в себе долго держать и поддерживать, то результат, так сказать, неизбежен. Да, вот если во мне живет гнев, да, это как реакция на нарушение некоторых моих прав, границы ожиданий, да, и он живет, я его терплю. Да, в волонтерстве то же самое, да, вот, например, я там как-то, да, вот, что-то такое меня очень сильно раздражает, бесит там. И я этот гнев сдерживаю, потому что его нельзя выражать, потому что, да, потому что я должен, потому что там что-то, да, но он во мне есть. И он есть, и вот, да, и его никуда не денешь. И важно, важно бережно относиться со своими чувствами, ни в коем случае их не вытеснять, ни подавлять и не запрещать. Да, я не призываю, так сказать, идти на всех гневаться открыто, но признание чувства – это уже некоторый путь к управлению этим чувством и как-то к ослаблению накала. И вот у меня здесь написано «благодарю и заботюсь о себе». То есть я увидел гнев, и я это чувство поблагодарил, потому что оно ко мне пришло не просто так, а, видимо, есть нарушение моих границ, да, нарушение каких-то прав, ожиданий что-то, что причиняет мне вред или может причинить. Да, ну, вот я живу в той концепции, что все чувства, они нейтральны, то есть нет хороших и плохих чувств. Для некоторых, к сожалению, тоже, правда, некоторая новость, я говорю, что нет, есть плохие чувства, их надо запретить, а испытывают уже только хорошие чувства. Я говорю, ну, попробуйте в своей лимбической системе это объяснить, вот как это. Ну, объяснить можно, но повлиять невозможно, да. Чувство пришло, оно на что-то реагирует, оно просто пришло, да, возбудились нейроны, потому что какая-то ситуация возникла, я на нее среагировал. Я не могу их запретить, это есть. Мне либо нужно идти там на терапию, там на когнитивную, там или на какую-то еще и разбираться, если мое чувство неуместно, да, вот оно неуместно, почему-то возникает, я страдаю, мы разбираемся, да, что-то там сбоит. Но если, правда, есть нарушение моих границ, да, что-то вот, ожидания, я пришел в волонтерство, а меня заставляют, там, не знаю, фуры разгружать для директора волонтерской организации. Чувствую какой-то гнев, да, что-то, а мне говорят, что ты там должен, что это самый лучший человек в мире этот. Если мы не разгрузим фуру для директора, там, не знаю, весь мир помрет, там, ну, может быть, разные же мотивации, да. И мне важно показать, что вот мои ожидания нарушены, я хотел к детям, а попал вот куда-то там на вокзал, фуру разгружали, там, на склад. И важно часто честно себе признаться в этом и позаботиться о себе, да, как-то сделать некоторый откат, что происходит. Ну, действительно ли вот я пришел сюда за этим, действительно мне это нужно, да. Или там нарушение границ часто бывает, вот волонтеры пришли в больницу с детьми, там, да, по волонтеру, ну, Даниловцы часто ходят в больницы. Ну, ходили до карантина, сейчас меньше, конечно. Вот, и что-то там делают с детьми, поиграть пришли. А им говорят, а не покрасить ли вам забор, а не что-то там еще вы сделаете. И, так сказать, некоторые подмены. То есть, я пришел на одно, ну, вроде меня хорошее предлагают, но это не то, что я хотел. И мне важно как-то честно сказать, что это не то, сказать, что это не то, и не заходить вот в эту глубину этого чувства, да, а сразу дать обратную связь, сказать, нет, ребят, я на это не договаривался, вот, и, может быть, выйти из процесса. Либо как-то переосмыслить, да, карту своих ценностей, и, ну, хорошо, да, вот, может быть, покрасить забор, это тоже как-то подходит. И тогда гнев я отметил, поблагодарил, но как-то ценностно с ним договорился. Сказал, что, ну, в принципе, да, подходит, можно и не гневаться. Ну, окей, гневаться не буду, и я честно не гневаюсь, да, я как бы отпустил это чувство, потому что ценности перевесили. Ну, вот про вина стыд там тоже очень, так сказать, можно много всего копать. Это вообще такие чувства, которые часто бывают у людей, да, они как-то в социуме бывают, поддерживаются, но с помощью них очень, так сказать, хорошо людей куда-то направлять. Не туда, куда бы им хотелось, да, родители часто это используют, учителя. Вот, и тут важно тоже как-то трезво и спокойно, так, этому понять, да, вот, если есть нарушение, если я чувствую вину, я кому-то причиню вред какой-то, да, нарушил права, границы, или я испытываю стыд, значит, что-то со мной не так, да, как-то я свои права, границы нарушил, да, или вот что-то такое сделал. Важно понять, в чём причина, да, какая ошибка произошла. Я кому-то причиню вред. Окей, в чём ошибка? И я не застреваю в этом чувстве, а иду дальше, да, я принимаю, что, да, я совершил ошибку. Важно как-то, да, ну, войти в этот процесс и понять, что можно изменить в нём, да, как-то простить, может быть, себя, потому что иногда себя очень трудно простить. То есть всё уже как бы, ситуация уже разрешилась, а я всё равно в вине сижу, да, вот. Даже меня простили, да, а всё равно, да, то есть даже уже я всё, может быть, ущерб как-то, да, ну, возместил, а всё равно я себя не прощаю. Тут важно понять, почему я держу это чувство. Иногда там, да, очень глубокие какие-то связки, там, ну, тоже про психотерапию, что это чувство вот даёт мне что-то, есть какая-то побочная выгода. Но вместе с тем, что даёт, она очень сильно отнимает, она меня тормозит. И вот важно понимать, что вот вина и стыд, они, ну, могут присутствовать, но там не более, там, не знаю, пяти минут, как сиюминутная реакция на что-то. Вот они пришли, обозначили мне, что я не прав, я понял, в чём я не прав, или я понял, что нет, я прав, да, и тоже отпустил их. Понял, выбрал, сделал, да, такой классный механизм работы вот с этими чувствами. Понял, в чём ошибся, выбрал, как исправить, исправил. Если невозможно исправить, ну, как-то, не знаю, помолился, отдал высшей силе и возместил, ну, каким-то другим людям, да, если не хочется ущерб возместить. Это вот важно. Ну, про смущение, да, негативное сравнение. Вот сравнение вообще это очень жестокая вещь, это про заниженную и нездоровую самооценку, нарушенную самооценность. Да, я себя всё время с кем-то сравниваю, всё время как-то испытываю вот это смущение, а иногда стыд и вину, да, что я не такой, как другие. Вот важно как-то это отметить и перестать сравнивать, да, то есть принять себя таким, какой я есть. Это очень трудно, правда, это такой длительный процесс, но хотя бы иметь понимание о том, что вот это про некоторую ценность, да, я такой, какой я есть, это хорошо, точка. Я, это не мои грехи, я, это не мои ошибки, да, вот ошибки, грехи могу исправить, а я, в принципе, это классный божественный проект. Вот себя люблю, двигаюсь, так сказать, к цели. Важно вот замечать, да. Ну, страх, тревога тоже они могут, так сказать, приходить, и они тоже хорошо, что они приходят, значит, мы погибли, но иногда они какие-то необоснованные, да, то есть прям сидит что-то внутри и сидит, и вот вытачивает, да, как-то вот меня изнутри высасывает, потому что это стресс, стресс он, ну, разрушает, да, организм, он, гормоны стресса, они разрушают, они не закаляют человека. Краткосрочный стресс закаляет, а длительный разрушает. Увидев, чего боюсь, то важно дать конкретику, чего конкретно боюсь. Если я увидев, чего конкретно боюсь, оценив риски, ну, всё, подготовился, сказал, спасибо, страх, спасибо, тревога, вот этого боюсь, вот это сделал, всё, еду дальше, да, не застревая в этом чувстве, не культивирую его. Ну, грусть, это тоже, это может быть, про потерю какую-то, да, ценностную потерю, или физическую какую-то, реальную потерю. И тут, ну, как-то тоже важно это осознать, что она во мне есть, да, что вот я её потерял, и начать проходить по пути, да, вот, принятие утраты, такой стандартный психологический путь для всех, да, то есть шок, гнев, торг, депрессия, принятие, но без этого никак, да, можно, конечно, как-то пытаться подмести, замести её, наверное, там, под ковёр, там, да, куда-то спрятать, но она будет фонить, она будет выедать энергию, и важно как-то набраться смелости, к психологу обратиться и пройти сквозь эти чувства. Ну, на длинном тренинге обычно мы даём прямо вот человеку проанализировать, а чего вам нет, есть, да, как-то, ну, вы можете потом этим заняться. Знаете, есть ли у вас токсические чувства, если они есть, то, ну, как-то вот дать им завершение, да, потому что иначе они будут вас разрушать. Это чувство, они, так сказать, работают в обе стороны, они могут помочь, а могут, так сказать, к сожалению, и, а, Наталья, кстати, нас покинула, да, спасибо, ага, вот, а могут и, так сказать, причинить нам серьёзный вред. Вот, и, друзья, если у вас ещё есть время, можем продолжать, вот, кто готов ещё побыть с нами, прекрасно, кто уже, так сказать, убегает, кому некогда, ну, не смеем задерживать. Хорошо, ну, тут ещё я хотел копнуть немножко глубже, но тут в двух словах, да, это пирамида Диутса, может, вы о ней слышали, видели в тренингах её, да, нейрологические уровни, был такой Диутс, он придумал пирамиду, вот, может быть, чем-то похожее на предмасло, но не совсем об этом, вот, иногда просто важно как-то себя по этой пирамиде тестировать, да, ну, вот в большом тренинге мы предлагаем просто вот пройтись прямо для себя по пирамиде, по своей деятельности, например, вот я, вот, там, волонтёр, или я, не знаю, там, руководитель волонтёров, или я в какой-то сфере деятельности, и вот что со мной происходит, вот, допустим, окружение, да, что вокруг меня происходит, как я себя веду, да, что я делаю, поведение, какие действия я совершаю, мои способности, ну, то есть, как я выбираю, да, ну, это про образ действия, да, то есть, как я это делаю, что мне помогает это делать, какие мои внутренние, да, ресурсоспособности. Далее сложнее, во что я верю, да, вот мои ценности и убеждения. Далее, какой я в этом, кто я такой. Ну, а миссия – это уже выход, да, за рамки, сказать, для чего вообще всё это происходит. И если это упражнение как-то периодически, да, делать, вот раз там сколько-то времени. А, и суть упражнения – делать его снизу вверх и сверху вниз. И иногда есть некоторые изменения. То есть как вот я потихонечку, да, разбираю его по ступенькам, понимаю, да, вот что вокруг меня, да, что я делаю вот в этом окружении, которое вокруг меня, да, какие мои способности проявляются в том, что я делаю, в том, что вокруг меня, вот каковы мои ценности и убеждения, да, во что я верю, да, вот что меня сподвигает проявлять мои способности в том, что я делаю вот в этом окружении, да, вот такая матрёшка получается. И кто я такой, как я себя идентифицирую, кто я. Там ещё, кстати, можно сделать метафору. Да, вот кто я такой, прямо какой-то образ. Вот я там, не знаю, вижу себя, я белый орел, не знаю, кто-то, да, вот я в этой деятельности. Ну, метафору, такая немножко из артера из символ-драмы. Вот кто я, какой я в этом, да, вот кто я, такой, что вот мои убеждения вот такие, способности вот такие, поведение вот такое, окружение вот такое. А еще выше, а для чего, ради чего вообще все это, да, для чего мне это нужно? И когда я даю ответ на эти вопросы, иногда что-то внутри меня меняется, я говорю, о, вот я делаю это вот для этого, ага, а какой же я тогда, что я делаю вот для этого, ради вот этого? А во что я верю, и каковы тогда мои ценности, да? Я спускаюсь вниз, и пирамида немножко меняется. И очень такие интересные инсайты иногда бывают, ну, с даниовцами, у нас были всякие стратегические сессии, я заставлял своих коллег по этой пирамиде ходить, они, правда, ну, не очень к этому относились. Но мне кажется, в этом есть глубокая польза именно для самих людей, для их вот этого внутреннего состояния, да, для самоопределения, потому что уровень миссии, ради чего, да, это вот как раз вклад в наследие, да, там находится, ради чего, вот он дает очень серьезный фундамент. Да, ну, помните Франкла, да, что вот человек может преодолеть любое, да, состояние, если он знает, ради чего он это делает. То есть если знаешь, зачем преодолеешь любое как. Это, ну, такой фундамент железобетонный для любой деятельности, что им пренебрегать, мне кажется, крайне, ну, нехорошо, да, как-то греховно. Вот поэтому я призываю этот инструмент тоже пробовать как-то использовать, хотя он непростой, да, вот все-таки, ну, непростой, небанальный. Да, как-то вот по этой пирамиде что-то себя как-то исследовать, да, выходить на уровень, а ради чего, ну, не у всех людей вообще есть ответ на этот вопрос, да. Вот сколько я вот тренинги проводил, иногда люди просто в ступор встают, даже на уровне ценностей, а вот что мне важно и ценно, уже вот, ну, как-то не всегда как-то очевидно. Ну, вот все так делают, я так делаю, это же правильно, мне сказали, что это правильно, я так делаю. То есть ошибка, ну, в смысле, некоторые опасности, что я живу не свою жизнь. И признать тоже не всегда как-то вот, ну, просто, да. Хорошо. Ну, тут вот расшифровку, ну, просто сейчас некогда, я ее в презентацию выкину, посмотрите. Еще один инструмент, некоторые, да, про беспомощность, про чувство какое-то, да, что вот глобальный мир, как-то я чувствую, закрывая глаза, весь мир идет на меня войной, да. Помните, что-то вот такое есть, вот я выгораю, я должен, вот эти амбразуры, они каждый день, эти доты, нужно на них ложиться, я уже устал, у меня уже все болит. А эти хони скачут и скачут, да, а избы горят и горят. И вот если есть такое, да, то хотя бы как бы себе в этом, хотя бы немножко помочь, если прямо сейчас я не могу на паузу поставить. Ну, почему-то так сложилось, правда, что я единственный мессия-спасатель, кроме меня никого нет, но это ирония, да. Потому что так очень редко бывает, очень редко бывает. Поставить на паузу и выйти покурить, это вот, ну, практически всегда возможно, да. Это вопрос к нам, к нашим, да, к каким-то истинным ценностям. Вот если уж как-то, да, что-то вот такое происходит, вот что содействует моему чувству беспомощнее, да. Да, фокус вовне меня, да, я вижу этот ужасный там мир, зло, да, все глобальное, да, глобализация, все какое-то, да. Все против меня, все как-то вот, ну, против, все не хотят или все наоборот хотят. Катастрофизация, я вижу только плохое, да, то есть перспектива ужасная, да, все погибнут, все умрут, все сгорит, полная труба. Как только я меняю фокус внутрь себя, стоп, а со мной-то, что я как в этом, да, а на что же я внутрь себя все-таки могу опереться, что мне может в этом помочь, да. Глобальное, стоп, подождите, ну, не весь мир воюет, а есть только вот Вася Иванов, вот, и вот он как раз воюет, да, вот локально, вот есть какая-то локальная задача, проблема, которую я приложу в задаче. Это уже легче переносится, да, и когда есть катастрофа, усилием воли, да, вот когнитивная психотерапия, катастрофизация, локализация, возможность позитивной перспективы, что нет, стоп, неправда. 50 на 50, да, как в анекдоте, можно ли встретить инопланетяне, да, на улице, выйдешь, там, либо встретишь, либо нет, 50 на 50, да, на самом деле. Вот анекдот такой про блондинку. Вот, ну, вот, то есть возможность позитивной временной перспективы, да, это еще вот про позитивное видение будущего. Я разрешаю событиям развиваться перспективно, усилим воли, меняю привычку катастрофизировать на привычку видеть возможность, потому что возможности есть всегда, но это 100%. Даже вот в пустыне, даже вот в концлагерях, даже вот эти вот случаи, да, когда в концлагерях люди выживали благодаря тому, что они хотели выжить, и вот знали, зачем они там, они находили возможность. То есть люди, которые сдавались, да, вот фокус вовне, глобализация, катастрофа, все, они умирали. Да, даже хотя условия вроде были неплохие, вот Франкл это описывает, они умирали. Поработав с фокусами, уже стало легче, да. Ну, мы еще не говорили здесь про какие-то физические аспекты. Сейчас, ага, демонстрация постановлена. Вот, про физические аспекты, что, ну, важно поддерживать физическую, да, что-то у меня свет, я забыл про свет, прошу прощения, я забыл свет включить, темно как-то, да. Физические аспекты, да, есть разные техники поддержки себя, да, ну, во-первых, там просто режим дня, питания и физической нагрузки, они уже дают какой-то, да, базис, да, здоровая гимнастика, здоровый режим дня, режим сна, режим питания, там, воды, все, это уже некоторый базис, уровень, могу на него переться, да. Да, вот, особенно если про выживание, когда про, ну, очень человеку плохо, он выгорел, перегорел, депрессии, важно настроить режим дня, чтобы у меня там, так сказать, еда меня питала, голова там мылась вовремя, все происходило вовремя, да, когда есть режим, организму легче, он настраивается, и вот в этом функционале, да, единого какого-то ритма, он работает намного эффективнее, потому что силы приходят, да, то есть организм подстроился, не уходит силы на вот это вот подстройки какие-то, да, изменения режима. Четкий режим дает ресурс. Да, когда вот режим есть, психика думает, что она в безопасности. Да, 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 правда. Вот, выстроил режим, если какие-то, да, у меня трудности, какие-то, да, стрессы и так далее, могу использовать техники, да, релаксации, техники дыхания. То есть дыхательные разные техники, там, абдоминальное дыхание, дыхание по квадрату, там, всякие йогические практики, восьмиступенчатый вдох. То есть можно с помощью дыхания себя уравновешивать. Есть сейчас вот эти техники mindfulness, да, осознанность. Я тренирую осознанность, что со мной происходит, что я чувствую, куда меня понесло. Да, вот если я вот в этом контакте с собой научился находиться, мне уже проще, да, проще как-то не тратить ресурсов. Если я понял, что меня туда понесло, а мне туда не надо на самом деле. Я остановился и пошел туда, куда мне надо. Да, делаю вот все вот эти вот какие-то интересные штуки. Вот еще вот книжка «Восходящая спираль», там еще несколько таких интересных инструментов, да, про ресурсы, про вот эмоциональное теплое окружение общения, про позитивное видение себя, да, опора на свой позитивный опыт. Некоторые люди, они любят копаться в каких-то своих вот неудачах, и это их вводит в депрессию. Если я учусь фокусироваться на каких-то позитивных вещах в себе, это ввозит меня в какое-то позитивное состояние, да, в ресурсное состояние. Плюс к этому благодарность, да, вот мы вот часто с Димой об этом говорим, что это старый баян, все его почему-то не любят, но вести дневник благодарности или хотя бы учиться, да, быть в фокусе благодарности. Вот в книжке «Восходящая спираль» автор пишет, что вот было исследование, люди, которые благодарят, которые умеют себя благодарить, да, дневник благодарности, я благодарю себя, там, Бога, людей, вот что сегодня было хорошего. У них эндорфины выделяются, да, почему-то. Вот благодарность про выделение, да, вот этих позитивных, так сказать, гормонов. Если я вот эти простые вещи делаю, да, опираюсь на режим, как-то, да, фильтрую негативные мысли, опираюсь на хорошее в себе, я благодарен, я, ну, как бы создаю временную перспективу позитивную, моя жизнь уже сильно улучшается. И вот если я, да, вот разобрал свою матрицу, да, как бы границы свои подраставил, да, разобрался своими целями и ценностями, понял, что я не последний герой всё-таки, да, а можно и отдохнуть. Если я вот эти вот простые базовые вещи соблюдаю, то, в принципе, ну, мне уже незачем выгорать, да. Ну, есть ещё отдельный, конечно, у нас тренинг-модуль про установки убеждения, которые человека запихивают вот в выгорание, да, что я там должен, я обязан, я хороший только когда, да, я что-то такое делаю. Вот это, конечно, такая штука интересная, но просто это отдельная глубокая вещь. Но как-то подзадуматься, да, почему вот меня туда понесло, почему я ложусь на эти амбаразуры, какая ценность, установка меня туда несёт, является ли это ценность моей, да, насколько она конструктивна и эффективна, да. Вот это тоже важно воспринимать. Ну, в принципе, вот коротенько я всё сказал, да, вот был бы Димом, конечно, добавил, но, в принципе, это вот всё, что, мне кажется, необходимо на таком простом базовом уровне работать с выгоранием. Если остались ещё какие-то вопросы, можно сейчас задать, да, или какую-то коротенько обратную связь, ну, полезно, не полезно, может быть, да, что-то было новое, что-то не новое, как вот, что беру с собой, да, что вот в инструментарии было важным. Ну, всё, возьму с собой, и очень хотелось бы вот эти вот ссылки как-то получить на почту, потому что отсюда как-то вот не перепишешь. Ну, ссылки, да, да, ну, в принципе, можно это набить, там, тест на выгорание, он 100% миллион тестов, тест на депрессию Бека, он тоже. Ну, он как бы один, просто многие его используют, это не проблема, да, эти ссылки, они не уникальны, их там ещё, там, тысячи этих ссылок есть в интернете. Вот, это я постараюсь сделать всё. Хорошо. А что-то ещё, отклик какой-то, может быть, вот, как? Спасибо, всё очень, мне очень всё нравится. Очень многое знакомо, но с другой стороны посмотрела просто. Я взял у неё подсветку, чтобы как-то хотя бы высветить себя, а то как-то неудобно. Вот, хорошо, Варвара, может быть, что-то как откликнулась добавить? Первое, о чём я подумала, когда вы сказали о том, что у человека какие-то установки, что он что-то должен сделать, это уже что-то невротическое. Да, да, 100%. Это уже что-то идёт из глубокого детства, когда родители что-то заговорили делать. И это уже отдельная тема, мне кажется. Правда, отдельная, но человек просто попадает в выгорание очень часто из-за установки. Он заставляет себя делать что-то хорошее для того, чтобы выглядеть хорошим и чувствовать себя хорошо. Это вот про некоторую внутреннюю разъединённость, да? Я хороший, когда делаю хорошее, а просто так я плохой. Это вот про самоценность нарушенную. И, к сожалению, вот среди волонтёров я часто это вижу, да, но волонтёры, спасатели, этот дисфункциональный круг, там, да, вот это, знаете, да, про дисфункцию, жертву, спасатель, преследователь, бёрн, да, вот дисфункция, созависимость. Это, кстати, очень часто, в нашем обществе это очень часто, к сожалению. И вот залетая из этого, как бы вот выгорание, оно будет неизбежно. И тут, конечно, вот как-то важно притормозить себя, почему я стал спасателем, это мне зачем, да? Может быть, стоит как-то притормозить и не брать на себя эту миссию, а сказать, ну, ребята, я не уникален, да, мне важно сейчас отдохнуть, и тогда я сделаю много больше, чем я сейчас помру и на всю жизнь буду страдать и не спасу, так сказать, в смысле не помогу, не помогу другим людям. Хорошо, друзья, ну, если больше вопросов нет, спасибо вам огромное, правда, ценно, что вы пришли. Хорошо, друзья, спасибо вам.